Добрый вечер! Это Великий футбол. После выезда в Одессу мы вернулись в нашу студию. Меня зовут Александр Денисов. Это мои коллеги Вячеслав Шевчук, Виктор Леоненко и Михаил Митриэль. Всем привет! Здравствуйте! Добрый вечер! Прошла одна неделя, как стартовал новый сезон, а уже отыграно два полных тура. И сенсации, и классные голы, и судейские скандалы, всего в достатке, казалось бы, за каких-то несколько дней. Ну а вопрос программы у нас сегодня будет бельгийский, друзья. Грядет матч квалификации... Уже ясно. Уже тебе все ясно, да? Ты все подсказал. Квалификации Лиги Чемпионов Брюги Динамо. А в самой Бельгии сегодня украинцы дали жару в матче Гент-Эйпен. 6-1 закончился матч в пользу Гента. И четыре гола из шести забили наши. Добль на счету Безуса. Гол с пенальти забил Еремчук. Открыл счет в этой игре Пластун. После этой победы Гент набрал четыре очка и занимает после двух туров место в первой шестерке, а именно шестое место. А лидирует в чемпионате тот самый Брюги. Вот и вопрос будет касательно Брюги. Хорошо знакомый всем нам клуб. В свое время против него играли и Днепр, и Шахтер. И вот теперь Динамо. Во вторник предстоит встреча в квалификации Лиги Чемпионов. Итак, вопрос сейчас появится на странице Великого футбола в Фейсбуке. Звучит он следующим образом. Какие два футболиста в свое время перешли именно из Брюги в чемпионат Украины? И в каких командах они выступали? Время пошло. А мы переходим к обсуждению игры, которая только что закончилась в Харькове, где свой первый домашний матч в новом чемпионате проводил Шахтер. В гости пожаловали Карпаты. Львовянам дико не повезло с календарем. Начать чемпионат двумя встречами сначала против Динамо, а теперь против Шахтера. Луиш Каштру внес кадровые изменения. Справа появился Дадо, а в центре защиты Матвиенко, заменивший ошибавшегося в первых двух играх Хачалаву. А если говорить про запасных, вновь появился Секан. А вот Бланка в заявку не попал. В связи с чем складывается впечатление, что Каштру пока что планирует ротировать этих двух форвардов, пока не определится точно, кто же будет вторым постоянным форвардом на смену или в пару к Марайесу. Они или же Дентини. Кто-то в этой тройке Дентини, Бланка и Лисикан со временем окажутся рано или поздно лишним. Ну вот так вот, собственно, вот такое сделаем превью. Мы идем по матчу, сейчас сюжета не будет, поэтому, собственно, давайте с составов и начнем. Вот насколько... Слав, давай с тебя начнем. Насколько этот состав для тебя показался неожиданным? И Додо, я сказал, и Матвиенко в центре. Ну, для меня это прогнозируемый был состав, потому что главный тренинг Каштру перед игрой говорил, что будут некоторые изменения, будет легкая ротация, неглобальная. Что произошло? Справа в защите мы увидели сегодня Додо вместе с Болботом. Потом мы увидели ТТ, ТТ появился в стартовом составе также. И Матвиенко. Это три игрока, которые сегодня вышли в старте. Это, я считаю, это нормально, потому что Сион длинный, должны все игроки участвовать, чтобы были довольны и счастливы, были в тонусе. Миш, что касается Карпат, вновь очередная революция в Львовском клубе, кадровая, да, к счастью. Опять масса новых имен, новый главный тренер. И вот, собственно, твои ожидания, насколько вот эти сейчас вливания, скажем, инъекции кадровые способны эту команду перезапустить или этот клуб. Я знаю, мы говорили весной часто об Олеге Смоличуке, сейчас его нет, да, то есть новые ветра дуют в Львовском клубе. И вот что, что, Миш, после сегодняшней игры? Ну, если честно, Карпаты по-прежнему тревожно. Уверенности не вселяют ни кадровые изменения, ни те процессы, которые происходят за кулисами Львовских Карпат. Там люди посвященные знают, что Олега Смоличука там негласно сменил другой человек, скажем так, серый кардинал, но который при этом не взял ответственность за результаты, за комплектование команды. А можно имя? Ну, об этом, ну, как бы всем практически знают. Это один из агентов известных, да, в Украине. Вот, поэтому мне непонятна позиция президента Петра Деминского, который вот доверил комплектование команды человеку, который является в тени, который не несет никакой ответственности за результат. И при этом тренер в подвешенном состоянии, с него будут требовать результат. Я правильно понимаю, что вот если некой терминологией пользоваться, да, то Карпаты это самобытная команда, Карпаты это бренд западноукраинского футбола Львовской области, да, и так далее. Но Карпаты это в том числе и вот последние пару лет агентская команда. Да, да, вот это понятно, что у президента есть определенные проблемы. Он не может находиться близко рядом с командой. Управление, скажем так, на расстоянии, но эффективным не получается. И он ищет людей, которые могли бы управлять клубом, приносить деньги в казну клуба и при этом еще и давать результат. У Смолючука получилась первая часть задачи, да, то есть деньги он зарабатывал, но результата, к сожалению, не было. Причины мы разбирали, много об этом говорили. Вот сейчас ситуация поменялась, опять-таки кардинальные изменения в составе, приходят новые игроки, те, кто был, попали немного под давление, вот. Ну и, естественно, тренер, в принципе, в комплектовании команды меньше принимает участие, но для всех результат зависит именно от главного тренера. Вот ему можно чуть-чуть посочувствовать здесь и пожелать удачи. Ну точно нужно посочувствовать и в сегодняшнем матче, в том числе, да, Виктор Леоненко, что по сегодняшней игре? День отбора. Шахтер играл, Карпаты смотрели, во втором тайме уже абсолютно все стояли в штрафной, просто смотрели, что еще создаст эта бразильская компания, которая вот кружила вокруг ворот Карпат, как в течение первого тайма, ну в первом еще там какая-то раскачка была, да, во втором уже как бы ничего мы не видели. Ну 40 минут держались, а потом, ну, кстати, здесь я бы Дуду отметил то, что он выпадал, потому что он так своего игрока и не нашел. Кстати, иногда его даже и игнорировали, вот то, что было с Бутко, когда Марлос тоже не всегда ему давал, вот если сравнивать с сырной. А так, тут вопрос сыгранности, я же тебе говорю, тут моих котов можно ставить, то, что не спотели, играли, ну смотри, исполнение тут вообще без вопросов. Меня вообще радует так, как начали вот наши два лидера, давай так говорить, Динамо и Шахтер, то, что очень уверенно обыграли и Карпаты, и Динамо, ну и уже про Шахтер говорить нечего, тут по голам все ясно. Скажи мне, пожалуйста, вот тебя радует, как они начали, а тебе не кажется, что вот они так начали, что вот есть они, а дальше пропасть? Так это давно уже. Есть две команды, полторы, как я говорю, да, и остальные все одинаковые. Сейчас вот мы еще многие команды не будем показывать, потому что тут еще, я не знаю, ваши пулы, не пулы. Мне кажется, что это хорошо. А по поводу игры, я же тебе говорю, день отбора, ну вот за исключением Гуцуляк мог забить. Вот это вот, конечно, и опять же, с какой стороны. Давайте сейчас приверем все, друзья, мы вот по живому идем. У нас главный тренер Шахтера, как раз Луиш Каштур, пришел на включение, очень рады его видеть вновь в прямом эфире программы «Великий футбол». Ну и, собственно, давайте послушаем его впечатления. Дмитрий Шперко сейчас находится на включении. Дима, тебе тоже большой привет из студии. Слушаем вас. Так, коллеги, витания вам из Харкова. И сразу переходим к интервью с наставником Шахтеря. Отже, министеры, витаем вас с победой. Склалося впечатление, что это наибольшая победа ваша вот в этом сезоне, после вашего призначения. Чи правда матч настолько легким видался для Шахтеря сегодня? Мы не должны забивать первые 20 минут игры. Первые 20 минут матча у нас были сложности вскрыть оборону Карпат. Они полностью сузили и закрыли свои линии, и нам было очень сложно. Мы старались играть, просто удерживая мяч. Иногда пытались ускоряться, но даже так у нас не получилось вскрыть оборону соперника. Потом мы скорректировали некоторые детали, наши центральные защитники начали немного проводить мяч. Игроки соперника выбрасывали, встречали и вскрывали этим зоной между линий. Там уже, да, мы начали связывать нашу игру в середине, между линией соперника. Была огромная вариативность, проводили атаку как в середине, так и на флангах. И всегда создавали голевые моменты. 12 голевых моментов — это отличная доказательство того, что я сейчас говорю. Также, если не ошибаюсь, у нас было 12 угловых в нашу пользу. Это также показывает нашу силу в атакующей игре. Но мы сделали эту игру таковой, чтобы она стала проще для нас. Мы начали ускоряться больше раз, всегда старались идти в зону, вскрывали зоны, которые нам были нужны, выбрали соперника. Это было обязательно для нас, чтобы мы сегодня одержали эту хорошую победу, заслуженную победу. Но играя против очень компактного соперника, который полностью закрывался. После поединка в Суперкубке с Динамо и первого тура с Олександрією много говорили про отсутствие ротации в стартовом складе Шахтеря. Сегодня мы эту ротацию увидели. И, в частности, вопрос о центре обороны. Вихід и появление там Матвієнка. Это реакция на не совсем уверенную игру Хочолавы на начале сезона? Я никогда не буду смотреть на команду и индивидуализировать, смотря на одного, на двоих игроков. Я всегда смотрю на коллективную динамику, как в атаке, так и в обороне. Очень часто мы стараемся объяснить некоторую неудачу, которая есть у игроков, если на его позиции вышел другой. Ни в коем случае. Единственное, ответственное, когда у нас что-то не получается, это тренер. Никогда не будут игроки. Я полностью на себя беру всю ответственность, если вдруг какая-то неудача у нас будет в течение всего сезона. Ротация, которую мы проводим, это абсолютно нормально. Сегодня мы поставили троих других игроков, это абсолютно нормально. Все-таки это третья игра за неделю. Мы прекрасно знаем, что это всегда очень сложно, когда ты играешь в таком календаре. Если в первой-второй игре ребята еще достаточно свежие, чтобы играть, в третьем матче, конечно же, будет некоторая усталость. И, конечно же, все эти минуты накапливаются, и ребята действительно чувствуют себя уставшие. Мы решили освежить команду, мне понравилось. Сегодня, как ребята показали себя абсолютно во всем игровом времени. И также мне очень понравилось, как команда играла против Динамо, несмотря на то, что мы не одержали победу. Могу сказать, что в трех официальных матчах наши ребята были намного лучше, чем соперники. Это действительно доказывает нашу силу. И заключение вопроса. Сегодня Шахтар провел первый домашний поединок в этом сезоне. Перед игрой вы даже вернулись к болезням. Как вам атмосфера этого матча? Отличная атмосфера. Мы чувствуем, что мы действительно являемся частью большой семьи. И даже в самом начале, когда мы не так хорошо себя показывали в игре, на первых минутах, мы все равно чувствовали поддержку и хорошую атмосферу. Я уже не раз говорил об этом командном, семейном духе Шахтера. Думаю, что это очень важно, чтобы в будущем мы смогли много выигрывать. Поздравляю абсолютно всех, всю структуру Шахтера, весь клуб, игроков, администрации. И, конечно же, поздравляю наших болельщиков, потому что они нас поддерживают. И для нас это всегда очень и очень важно. Мы чувствуем эту поддержку как здесь, на стадионах, так и в социальных сетях, например, которые не могут быть рядом с нами, так же чувствуется эта поддержка. Спасибо вам за вычерпние из местов не видповеди. Луиш Каштрун на живо из Харкова после победы над Карпатом в эфире великого футбола. Большое спасибо. Я не знаю, о чем будет Каштрун рассказывать на послематчевой пресс-конференции, потому что, мне кажется, он уже все нам рассказал, все, что хотели, мы все услышали. Но, тем не менее, ждем и Александра Чужевского, главного тренера Львовских Карпат. Хотелось бы услышать и его мнение касательно сегодняшней игры. Давайте быстро перейдем к голам. Это тот самый матч во втором туре, где, пожалуй, нет вопросов к арбитру. То есть арбитраж тут разбирать, по сути, нет. Нет никаких эпизодов в других матчах. Увы, будет к чему и придраться, и о чем поговорить. А сейчас разберем голы в этой встрече. Да, мы сказали, что и Шахтер, и Динамо, да, уверенно начали старт. Но при этом мы признаем, что и оппоненты их, ну, явно, наверное, не стоят в одной категории равных соперников. И все красиво получается, все просто получается у Шахтера. Да, Карпаты продержались где-то вот там до конца тайма, Слава. Но насколько вот ты считал этого, скажем, упрямства может хватить против техники и комбинации Шахтера? Все ждали, что это произойдет рано или поздно. Да, сегодня Шахтер не играл быстро, не включал скорости максимально. Плюс Карпаты очень глубоко сели. И контратаковали просто, как случайно все получалось. Шахтер чуть-чуть добавил скорости. Плюс мастерство, конечно, сказалось в конце первого тайма. Что и произошло. В первом тайме до этого был только один момент на седьмой минуте у Мараиша. Ну вот ты сегодня увидел Дадо, да? Давай поговорим. Ты все-таки тоже фланговый был защитник. Как тебе его выступление? Ну что касается его качеств, у него есть качество хорошее. Он очень быстрый, очень вынослив, да? Но он еще молод. Ему нужно еще знать, когда включать скорость. Потому что он часто оказывается возле штрафной, входит в штрафную. Но последняя передача, что и у меня были проблемы, когда. Это тоже нужно опыт. Поэтому со временем, я думаю, наберется. Есть в тренингском штабе Дарио, который скажет нужный совет, когда нужно включаться. Когда нужно передача. Да, вот с этой экспертизой в шахтере. Когда ближняя штанга блокирована. Когда он глубоко в штрафную площадку оказался, то пас назад или черпал. Если он не вошел в штрафную, тогда нужен пас на дальнюю. С этой экспертизой, да, в шахтере абсолютно верно. Все прекрасно с правым защитником. А мы увидели как раз, как забил Исмаили левый защитник. И давайте послушаем сразу Александра Чужевского. Здесь, конечно, будет не до хорошего настроения, как мы понимаем. Но, тем не менее, давайте узнаем мнение главного тренера Львовских Карпат. Дима. Так, Олександр Чужевский зараз біля меня. И маем нагоду наживо с ним поспілкуватися. Отже, пане Олександре, я так понимаю, что до 40-го хвилини установку на цей матч ваша команда выполнила. Что случилось потом? Это, наверное, потеря концентрации. Десь самое больше насторожие, что мы с Динамо Киевом пропустили 40-го и по 45-го хвилину. И сейчас, хотя мы наголошили, что мы, в принципе, были готовы до тех, как будет Шахтар играть, где-то перекрывали им зоны, потому что, если дать им разбежаться, то появляются проблемы. Мы знали, что Шахтар шукает эти зоны, чтобы закидывать за спину. Так же наголошили на том. Но втрата концентрации десь на последних хвилинах привели до того, что мы пропустили два мяча. Чи був у Карпат план на игру, в разе, как команда пропускала? И каким был этот план? План, который, если команда пропускает, мы наголошили на том, чтобы играть в свою игру. И хотели себе больше агрессии в линии атаки, потому что где-то психология футболиста, когда видят эмблему Динамо и Шахтаря, где-то как-то боя из них появляется, пока не переломают они в себе того, то ничего из этого не будет, какая бы тактика не была. Можешь быть в пенонис на футбольном поле в своих действиях каждого футболиста. Вы уже вспомнили матчи с Динамо, сегодня вы играли с Шахтарем. Очень интересно от вас, как от специалиста, который готовился и до Динамо, и до Шахтаря, почути оценку, кто на старте сезона вам, с точки зрения игровой, остался интересным. Ну, с точки зрения, напевно, больше Шахтар, потому что тем, что тут больше швидкосные футболисты, швидко переходят из обороны в атаку, выбегают, очень здорово. Если дать Шахтарю разбежаться, это даже показали в деякие моменты другого тайма, что они вылетали по 4-5 человек, их тяжело остановить. Ну и десь работа с мячем, десь больше переваги я надаю игрокам Шахтаря. Дякую. Коллеги, Олександр Чижевский прокомментировал сегодняшнюю поразку «Карпат», как на меня довольно сместованные ответы. Это второе поражение «Карпат», отметим. И спасибо, Дмитрий. Мы спросим у наших телезрителей, если вы еще не скачали на свое мобильное бесплатное приложение телепортал, пожалуйста, сделайте это незамедлительно, потому что вот именно там происходят все батлы с точки зрения нашего голосования. И, пожалуйста, вот вопрос, что ждет «Карпаты» в этом сезоне? Борьба за первую шестерку, то есть за еврокубковую зону, кубок престижа, скажем так, седьмое место, да? Или вот снова борьба за жизнь или не за жизнь, то есть борьба, чтобы выжить. Голосуйте, ну а мы посмотрим, чем этот матч закончился. Собственно, закончился он крупным счетом, который, ну, собственно, расставил все точки над «и», наверное, без каких-либо сюрпризов. Миш, эта игра заканчивалась, то есть все понимали, что счет может стать либо 4-0, либо остаться прежним, да? Ну да, здесь все без сюрпризов. Единственный момент, который был такой по-настоящему голевой у «Карпат» был у Буцеляка, он не воспользовался этим шансом, при этом сделал все прекрасно самостоятельно. Вот, этот момент, наверное, покажу чуть позже. Ну, а «Шахтер», как всегда, играл, знаешь, как лихая гвардия, по всему широко, по фронту двигались. Ну, мы вот когда обсуждали, да, мы со Славой заговорили о том, что как лучше играть против «Шахтера», все-таки более активно и смело, да, прессинговать чуть выше, да, не давая «Шахтеру», там, выходить из обороны, либо все-таки опускаться вниз и в штрафной закрываться, там, и не давать «Шахтеру» в зону. И к какому выводу пришли? Ну, мы пришли к тому, что, ну, лучше, конечно же, атаковать вверху. Все равно ты проиграешь. 3-0, 4-0, 5-0, все равно проиграешь. Лучше проиграть смело, да, с гордо поднятой головой, чем, скажем так, вот постоянно... Ну, это то, за что в прошлом сезоне, кстати, хвалили другой львовский клуб «Львов», который, ну, старался играть в футбол, да. Да, играть в футбол, идти вперед, накрывать бельку. Понимаете, когда команда полностью садится в свою штрафную, потом во Львове не будет болельщики приходить. Они привыкли, я вспоминаю, лет там, 7 лет назад мы с Карпатами играли, но эта команда прессингует со страстью, болельщики зовут вперед, давай, ногами тупотят. Ну, реально, очень сильная, хорошая команда. Давление хорошее, да? Давление есть, поэтому есть атмосфера на стадионе. Сейчас происходят непонятные вещи с Карпатами. Виктор Евгеньевич, оцени, пожалуйста, вот Секан, игра Секана, выход Пихоленка. Впечатления давайте вот по Секану, да? Не, ну, они, во-первых, вышли, когда уже, в принципе, игра закончилась, и все стояли и ходили. По поводу игроков в Карпат, ну, вам же Чижевский только что сказал. Перепуганные, они увидели эмблему Шахтера и Динамо, все, и уже тренер его не слушает, понимаешь? Это уже в подкорке сидит. Ну, вот и все. Так что ты, что бы ты тут ни делал, они, ну, он ничего не может сделать, понимаешь? Тренер тоже, сделайте, не бойтесь, проиграйте 3-0, ну, именно в письме будете, покажите игру, хотя бы отрезками. Ну, они уже до игры проиграли, это тоже, и тренерские штабы игроки проиграли, да. Пускай 8-0, но играйте выше, играйте выше, рискуйте. Виктор Евгеньевич, хотя бы отрезками. Конечно, ну, когда ты садишься перед Диманом Заяц, заходишь трофной, это нужно. Все играют, я так понимаю, с Шахтером до гола. Ну, вот был момент у Карпата в первом тайме, момент во втором, ну, и все, больше вспоминать нечего. И вот, собственно, то, о чем говорит Слава, как к этому отнесутся там болельщики, мы сейчас и узнаем. Собственно, я думаю, именно львовские болельщики сейчас активнее других принимали участие вот в нашем голосовании. Это мы смотрим на ротацию Луиша Каштру, который он предпринял в этом матче. Вот, собственно, то, что, то, чего хотели всегда, да, от тренера Донецкого Шахтера, то, чего хотели от Фонсеки, но он этого делал, ну, уже в самых таких, скажем, крайних и безопасных случаях. Да, вот здесь, как бы, Каштру пока что вот делает все быстрее. Итак, что думают болельщики львовских Карпат, что ждет Карпаты в этом сезоне? Вот, первая шестерка, вторая шестерка или же борьба за выживание? Да, очень тяжелый матч с Динамо, да, очень тяжелый матч с Шахтером. Ну, смотрите, здесь вот 50% вообще настроены абсолютно отрицательно, что с такой игрой Карпатам ничего не светит. Вопрос жестокий, потому что по двум играм, причем с лидерами, я бы не стал делать выводы. А то, что Миша и Слава сказали об отрезках. Давайте сейчас о других отрезках говорить, так как начал Шахтер свой путь в чемпионате с выездного матча против Александрии. Сложная игра еще и потому, что в первую очередь психологически нужно было избавиться от груза поражения в Суперкубке. Это особенно явственно чувствовалось, когда был не забит пенальти Марлосом, когда Александрийцы забили первыми. И каждый негативный момент для Шахтера в эти минуты сопровождал давлеющий факт. А еще вы проиграли Суперкубок. Вот в такой непростой ситуации начинал чемпионат Шахтер. Чотири тысячи, чотири глядачі. Саме стільки люду зібралось на первый домашний матч Олександрии. Для середи цифра дуже солидна. Всі, хто хотів, подивитесь на свою оновлену команду у грі проти чемпіона Шахтаря. Володимир Шаран, прямуючи до тренерської лави, ближче знайомився із своїм новим колегою Луішем Каштру. Перші 15 хвилин для Олександрії стали дуже важкими. Гірники відразу кинулись в атаку і заробили гольовий шанс. Анатолій Абдула призначив пенальті за фол Гречишкіна проти Морайеса. Та забити Паньківу з позначки завдання дуже складне. Марлос з ним не впорався. На додачу кіпер Олександрії ще й Кривцову завадив добити м'яча у сітку. Не пощастило гостям і в наступному епізоді. Хочу лава класно замикав подачу зі штрафного, та Паньківа підстрахувала стійка. Стартовий штурм олександрійці витримали, а потім дуже чітко почали використовувати помилки шахтаря. І ось же п'ятого довелось попрацювати після удару новачка господарів Третякова. За хвилину чергова пожежа біля воріт гостей. Ледь не дозволила відзначитись сіталу. Ідеальний шанс відкрити рахунок, там м'яч полетів вище воріт. В першому часі було багато ненужних втрат, і не завжди встигали, залишалися в меншісті, коли вони атакували, контратакували. Але треба дати повністю Олександрії, дуже швидкий футболіст, добре індивідуально підготовлений. Кількість переросла в якість незадовго до перерви. Олександрія знову втекла в контратаку. Ковалець переграв Хочалаву та замість удару віддав тонкий пас на Третякова. І Максим забив свій перший м'яч за Олександрію вже у дебютному матчі. Я змістився в середину і вже думав бити з лівених, а потім бачив відкривання Третякова з лобини. І просто мене залишилося тільки покатити йому в дальню ногу, щоб пробив. Так виходило. Ми в першому таймі мали хороші можливості, не тільки я. У нас ще було кілька перспективних контратак, які можна було закінчити голом. Дякую за поздравлення. На другий тайм гірники виходили з агресивним настроєм. Даріо Серна навіть заспокоював Марлоса, який просто рвався в бій. Та все розпочало ще з одного гострого момента у воріт П'ятова. Найкращий бомбардир Олександрії минулого сезону Банада головою пробивав після подачі Мирошниченка. Але вразити ціль не зумів. Можливо, цей момент міг стати переламним. Якщо трохи помрієте, якщо б Банада забив би, навіть пустили б сьогодні Шахтар? Ось зараз важко сказати. Я думаю, що може за рахунок вже морально-волювих, через не можу, може дійсно, скажімо так, захищалося б ще краще. Так. Ми прекрасно знали, що з того момента, як соперник встанет в преимуществі, ми знали, що все усложнится в два раза. І ми прекрасно знали, що в цей момент ми должны були держати дуже хороші равновесі і безпецість в обороне. І ми прекрасно понимали, що только благодаря нашій варіативності в игрі, короткій діагоналі, атакі на фланг, атакі в середині, і приймає швидкі рішення в ограниченому пространстві, тільки так ми зможемо скрити оборону соперника. Слава Богу, команда зрозуміла це дуже швидко, і ми змогли пройти через ці сложності. А ось потім Олександрія Сіла, точніше Шахтар, загнав соперника у власний штрафний і почав справжнісіньку осаду. На 58-й хвилині Тайсон обігрався з Патріком та прострелив. Бухав, випереджаючи Морайса, зрізав м'яч у власні ворота. Один-один. На захисника було боляче дивитись. Звичайно, десь гол, може, там Гліба, те, що в свої ворота, це нічого страшного, це футбол, але десь, може, трішки надломав. За три хвилини Тайсон мав забивати вже без зайвої допомоги. Та цього разу Бухав виручив свою команду, заблокувавши удар капітана гірників. Потім знову спрацювала зв'язка Тайсон-Патрік. Четвірка захисників Олександрії лише спостерігала, як капітан Шахтаря вразив дальній кут. 2-1 гості повели в рахунку. Ну, зв'язку я себе точно сьогодні не почуваю. У нас є колектив, є партнери. Є команда, яка бігає, працює разом зі мною. Іноді ми маємо, звісно, зробити щось віддельне, щоб допомогти команде. Мені повезло сьогодні, я це зробив. Шахтар не зупинився. Далі могли забити після стандартів. Панківу довелось добряче попрацювати, щоб парерувати удар Марлоса зі штрафного у ближню дев'ятку. Небезпека не закінчилась. Ісмайлі замикав подачу від кутового прапорця та пробив трохи вищий воріт. Крапку в матчі поставив дует джокерів. Дван Кулищук віддав ідеальний пас Дентін'ю, якому залишалось лише вразити порожні ворота. 3-1 на користь чемпіона. В компенсований час Дентін'ю міг оформити і дубль, а замість цього отримав неприємну травму. Панків врізався у коліно бразильця. Арбітр Абдула пошкодував кіпера Олександрії. Замість пенальтій жовтої картки дав фінальний свисток. Шахтар здобув перемогу. Та Володимир Шаран особливо не жалкував всього приводу. Тренерський штаб Олександрії перед дебютом у групі Ліги Європи активно шукає новачків. Завтра, післязавтра буде підписання контракту з латвійським легенером, збірник Латвії, Дубра, прізвища, капітан збірної Латвії, странний захисник. Так що надіємо, що буде підсилення. Ми протягом цього місяця будемо, шукаємо, шукаємо ще, тому що вроде і часу багато пройшло. Але ще хочеться в конструктиві знайти гравця, який міг би зв'язати гру, скажімо так. Володимир Шаран, ми видим, не сильно був расстроен, да, хоча було че расстраиваться, ведя по ходу встречи, пропустить три м'яча от Шахтера в матче, который не так уж просто давался Шахтеру. Давайте начнем с того, що казалось, що зараз все і почнется. Пенальти ворота назначили Олександрій, який Марлос не реалізував. Миш, твое мнение в данному епизоді, був пенальти? Щас посмотрим ще більш крупний повтор. Тут пенальти 100% нема, да, симулировав, видим Марайш, симулировав, он сразу став. Здесь ошибка очень большая, рефери опытный, що робив? Він секунду дает играть, тому що Марайш вже поднимається. Давай играть дальше. Хорошо, Слава считає, не було. Марайш сразу встає і пошел играть дальше. Можливо, тож, скорее, пенальти здесь не було, тому що не було очевидного толчка, удара не було. Викар, ти считаєш, що да? Не було. Здесь здорово спроцюру Марайш, конечно, рефери пов'язав на це. Обманув судью. Задурил. Красиво сыграл, пенальти заработал, но Марлос этот пенальти не реализовал. Хорошо, но это, скажем, были не все последние плохие новости в первом тайме для Шахтера. Виктор Евгеньевич, гол, пожалуйста, прокомментируй. А що, накрутили позвонки, Слава считає, що Тарас виноват. Я считаю, що тут два раза хочела. Я тут не считаю, во-первых, твенат, я так никогда не люблю кого-то обвинять. Здесь команда эта. В первую очередь, что? Была атака. В чому здесь команда? Есть грубые ошибки, Слава. Сейчас я по одному. Окей. Смотри, бежи сначала туда, не успевает. Потом обратно. И опять не успевает. Здесь надо просто подсказывать. Понимаешь, что Хачалава бежит и туда, и туда. Тут и Тарас мог подсказать. Понимаешь? Мог отработать. В первую очередь, начнем с начала всего. Была позиционная атака Шахтера. Была большая дыра, да? Крайний защитник и высоко поднимается. Тарас был между ними и два центрального защитника. Потом, получается, уже Тарас оказывается на позиции центрального защитника. И Хачалава тоже опускается. Там просто нужна была коммуникация между игроками, между Тарасом и Хачалавом. В данном случае, мне кажется, просто положение тела Тарас не успел переложить. И именно в плане координации. Вот здесь. Вот раз. Если бы он не в ту сторону расположился, не в правую сторону, а в левую именно, полуоборотом был. Он бы спокойно, вот смотрите, вот здесь, в левую сторону. Раз. Он бы спокойно этому игроку, который адресовался передачей, он бы... Сергей Патрик набрал. Да, только хотел сказать, что здесь еще непонятно. В этом эпизоде роль Патрика непонятно. Ну смотри, он тросит, да, как будто на беговой дорожке, там где-то уже в конце тренировки. То есть он мог бы тоже, конечно, поучаствовать в оборонительных действиях в этом эпизоде. Но он понадеялся на центральных защитников. И в итоге вот цепь ошибок нескольких игроков и привела... Конечно, тут нельзя кого-то определенно винить. Здесь цепь ошибок, которая была взаимосвязь, где-то кто-то не постраховал. Конечно, игроки делали, естественно. Здесь ошибка, когда чисто индивидуально просто привелся. Но здесь этого не было от кого-то игрока. Здесь просто не было коммуникации в обороне. Ну и отдадим должное и Ковальцу. Он здорово разобрался в ситуации, все видел, и периферическим зрением, и справа, слева, сместился в середину. А потом видел Третьякова, отдал. То есть сыграл по эпизоду превосходно. Луиш Каштур начинал по одной схеме матч, но вот в связи со всеми перечисленными ошибками и проблемами, по ходу игры уже наставник перестраивал схему игры. Давайте послушаем, что он делал в интервью нашему телеканалу. Игра — это определенная история. И история, которую мы видели сегодня, — это первые 20 минут полностью. Доминированные 20 минут со стороны Шахтера. Потом пенальти, удар в штангу, как вы увидели. Потом в конце первого тайма Александрию удавалось подлавливать на своих контратаках. Мы были не совсем организованы. Давали свободное пространство для их быстрых атак. В перерыве постарались это скорректировать. Начали играть только со Степаненко на позиции опорного пола защитника. И развивали наши атаки с помощью треугольника слева и с треугольником справа вместе с Соломоном, Болботом и с Марлосом. Динамика атак на фланги сработала. У нас получалось проводить атаки как через фланги, так и в середине, благодаря нашей вариативности. Создали несколько моментов. У нас было пять ударов. Поворот в начале второго тайма. Команда смогла инвертировать сегодня результат, который, конечно же, нас совершенно не устраивал. И очень компетентно мы подошли ко второму тайму. Поздравляю своих игроков и том, что мы сегодня победили. Насколько проблемна эта ситуация, Виктор Леонг, для тебя выглядела? Для Шахтера все перечислено. Гол пропущен, пенальти не забиты. Насколько давлел результат поражения в Суперкубке? Вообще не давлел, потому что, ну вот судя по тому, как вот бегали, вот, да, Патрик, они уже знали, что они обыграют. И тем более вот с такой защитой, мне, конечно, жалко Шарана, потому что молодежь пока не оправдывает то, что вот он ждет. И времени вроде как и не хватило. Хотя, ну, сейчас посмотри. Тут же и, правильно Каштру сказал, и фланги, и посередине, тут что хотели, то и делали. Потому уже Шахтер вот вышел, там про кубок уже все забыли, который, я вообще сразу же его забыл после этих взрывов. Так что тут, я же тебе говорю, вот смотри, все стоят, все вроде в защите, и все смотрят футбол. И так всегда против Шахтера. Вопрос, сколько ошибок, кто сделает? Витя, немножко знаешь, в чем хотел бы тебе, что все-таки Шахтер не думал, что очень легко выиграет эту игру, потому что это вторая игра. Вы вспомнили, также в Александрии матч в прошлом сезоне была очень сложная игра для Шахтера. Мне кажется, образец вообще не заморачивается. Ну, я понимаю, но все равно они понимали, что Александрия, эта команда, там, третья сила на сегодняшний день, и они получат все равно хорошую отдачу от команды. В этот раз, кстати, да, Александрия, я согласен, сыграла намного слабее, чем в прошлогоднем матче. Намного слабее, хотя, как бы, есть усиление, пришли новые игроки, может быть, еще не сыграны. Но для, кстати, для Шарана это хороший тест, для команды хороший тест накануне матча в групповом турнире Лиги Европы. И есть время как раз исправить вот эти ошибки, и хорошо, что они попали сейчас в группу Шахтера. Слава, Виктор говорит, что свободно должны были выиграть, а я бы хотел у тебя спросить, послушай, фактор Тайсона. Смотри, смотрите, пока я скажу. Первый гол, Слава, и Тайсон организует второй гол. Нет, но Тайсон... Фактор Тайсона, Антон. Конечно, это лидер Тайсон, Исмаиле Марус, это три лидера, да? Как президент Шахтера говорит, Тайсон до штрафной 100 миллионов евро, когда входит в штрафную 100 миллионов гривен. Сейчас он опытный игрок, уже прибавил в этом. Например, касается что Александрии, да? Эта команда тяжело вкадрится в сезон. Если посмотреть подготовительные матчи, которые происходили, да? Они хорошими соперниками европейского уровня играли и выигрывали, показывая хорошие качества. Но этих два поединка, которые в начале сезона, для меня Александрия очень слабенькая команда. Что-то смотрю, что-то у них не ладится. Да, это команда, которая слабая чем? Физическая, хорошая вертикаль. В этой игре они не подринуссировали какой-то высокий прессинг. Просто в обороне очень глубоко оборонялись, спонтанные контратаки. Мы об Александрии еще чуть позже поговорим, потому что у нас есть матч Александрии во втором туре. И там, в принципе, достаточно много, о чем можно будет говорить. Пенальти, вот столкновение Дентиньо и, собственно, с голкипером Александрии. На ваш взгляд, что это было? Это все-таки пенальти или уже пожалел Абдулла Александрийцев? Пожалел, конечно. Ну, тут очень, я считаю, это грубо очень, потому что враталь двумя ногами, прям шипа, не боком, а подошвами прямой. Смотри, правая нога сверху, прям накладка. Это, мне кажется, это чистая красная карточка. Причем, ну, посмотрите, что твое. Смотри, это, я удивлен, что он остался с ногой домой, уехал. При желании красная. Это красная 100% и пенальти, 100%. Это называется, знаешь как, как в NBA, мусорное время и уже никто ничего не делает. Вот тут же самое. Да, и уже арбитр Абдулла расслабился. Конечно, тут он хотел сначала, наверное, напугать. Дентине молодец, боец пошел до конца. Да, и смотри, что он говорит, это красная карточка. Я уверен, могла бы даже дисквалификация быть за такой эпизод. Да, Слава, ты прав. Это нанесением травмы. Мне кажется, что арбитры должны судить в любом матче. Неважно, шахтер, не шахтер, другие команды должны до последней секунды судить очень принципиально. И вот за такие вещи нужно, конечно, наказывать, повторю, при любом раскладе, при любой игре. Иначе такое будет происходить постоянно. И это в нашей лиге и так мало игроков, скажем так, которые техничные, агрессивные, интересные. Еще если мы будем их выводить. В любом случае, за такой грубейший... Нужно игроков защищать. Такой грубый фон нужно наказывать. Конечно. Даже поддал финальный шесток, подошел и наказал. Могло быть так. Хорошо, а у нас исторический факт. В нынешнем чемпионате Украины у нас дебютант из самого маленького в истории чемпионата Украины населенного пункта. Речь о новичке Колосе из Коваливки. Но пусть вас не смущает количество жителей Коваливки, Колос отныне – это маленький гигант большого футбола. И начал он сезон премьер-лиги так, как никому не снилось. Свое подтверждение это найдет и в матче второго тура, который мы будем разбирать сегодня позже. А сейчас вспомним первый тур и игру против Мариуполя. Біля столичної оболоні Рени один за одним паркувались автобуси. Это вболивальники с Коваливки приезжали до столицы на домашний матч Колоса против Мариуполя. Дебютант против участника Еврокубка. И почти три тысячи глядачей надихнули Коваливців на сміливый начаток. Вже в дебюте Мігунов змусил Худжамова витягнути мяч з девятки. Та больше досвідчені гості буквально за хвилину відповіли голом. Помилкою Максименко скористався Фомім. Форвард Мариуполя вийшов в Вечнавич з Яшковым и пробив міжніг Киперу. Для нас для всех все равно это была эмоциональная игра. Прежде всего первые 15 минут нужно было вытерпеть. Конечно, мы пропустили необязательный гол, который повлиял немного. Еще нас больше, мы поняли. Но, слава Богу, мы вышли из этой ситуации положительным плечом, сравняли счет и дальше игра давалась. Трохи пізніше той-таки Фомім мав подвоювати перевагу. Идеальный навіз Полегенька форвард замикав ударом під поперечину та трохи схибив. Розчарування Руслана зрозуміле. Дійсно, ми не виглядаємо такими великими, атлітичними. У нас команда не сильно росла. І нас продавливали чисто фізически. Фомім продавливав двох центральних захисників за счет фрактури. І за счет нього там якісь у нас виникали пожежі. Це в першому таймі. І ось тоді господарі нарешті остаточно заспокоїлись. І почали планомірну осаду воріт Маріуполя. З першим випадом нехтія ледь впорався Худжамов. А добивання Зозулі заблокував Чоботенко. Незадовго до перерви Колос відкрив рахунок своїм голам в еліті. Яворський вибив м'яч в аут. Здавалось, жодної небезпеки. Та реактивний Смирний утік від опікуна і точно пробив з гострого кута. Один-один. Святкував автор гола цей м'яч ось так. Із футболкою Бондаренка. Це був жест підтримки партнера по команді, який через травму пропустить кілька місяців. На тренуванні Бондаренк у нас сломався. Ми посвятили цей гол йому. Житомо його, щоб він швидше нам допомоги. І житомо йому скорішого відздоровлення. По перерві колос продовжив гнути свою лінію і доволі швидко створив ще один небезпечний момент. Та з ударом Нехтія впорався Худжамов. А з добиванням Смирного – стійка. Действість в обороні мене, чесно кажучи, удивило. Некоторі футболісти. І, дійсно, я, скажімо так, не знав тих наших лідерів, які повинні були зіграти більш надіжно в сьогоднішній матчі. Чому? Будемо розбиратися. Буде у нас серйозний розговор. Вирішальною стала помилка арбітра. Дердо не розібрався, що Ільїн намалював фоу з боку Яворського. Захисник встиг прибрати ногу, і гравець колоса впав вже за власною ініціативою. Та суддя призначив штрафний. За такі стандарти в команді Костишина відповідає капітан. І Гавриш вчергове довів свою майстерність. Худжамову можна було і не стрибати. Дістати м'яч з дев'ятки було нереально. У Рустама претензія лише одна – до бригади арбітрів. Я вже втомився говорити про суддів. Не тільки я, а й всі футболісти, які щось знають, щось бачили в футболі. У мене особисто це дуже втомило. Тому що ми можемо вести вар, ми можемо вести з космічного корабля щось знімати, ми можемо що завгодно. Якщо людина захоче зашарашити, вона це зробить. Олександр Бабич вдався до ходу, який колись застосовував у Челсі Жозе Маурінію. Звісно, у тренера Маріуполя немає хута, натомість є дава. І він вийшов грати в нападі. Все ж таки тиск Маріуполя створив опоненту деякі незручності. І на 84-тій хвилині господарі залишились у меншості. Проти Фоміна жорстко зіграв Максименко. Цікаво, що перший гірчичник-захисник отримав на тому ж самому місці півгодини тому. Незадовго до кінця матчу Руслан Костишин увійшов в історію українського футболу. Він першим з тренерів відчув на себе літнє нововведення. Жовту картку за надмірні емоції. Та до цього тренер Коласа був готовий ще до матчу. Перед ігрою мені ставка зіграла. Весь колектив, всі мій тренерський колектив, вони всі ставили ставку, щоб отримати жовту карточку. Вони виграли, якби в казіновані були багаті. Колас дотерпів і таки здобув дебютну звитягу в УПЛ. Переможний танок відразу після свистка. В роздягальні святкування продовжились. Звісно, що в гравців Маріуполя після матчу був зовсім інший настрій. З роздягальні ніхто не виходив приблизно півгодини. Там була серйозна розмова. Всі були засмучені, тому що ми всі відчували, що гра нам давалася, і ми мали перемагати. І десь така тиша була в цьому напрямку. І всі розуміли, що не такий старт ми очікували. Через це розмова була, деякі моменти були, обговорювалися, головний тренер нам вказав. Найголовнішим для Маріуполя є якнайшвидше забути поразку. Адже не за горами старт у лізі Європи. Чого в цій історії більше, Віктор Евгеньевич? Ось цей ошибки, абсолютно глупої, Александра Дердулі? І глупої шибки? І все-таки ігра Маріуполя не ходила ні в які ворота. Я вже давно говорив, що вона і с Александрією то же саме. Ми смотрю, да, вроде как, тільки дебютант, сам Костышин, говорить, що будемо по ходу все решати, як команда буде виглядеть. Тому що він сам не знає, тому що команда не готова, во-первых, він должен пользоваться, і плюс ще фарт тем, що команду ще ніхто не изучав. Про Маріуполь я вже сказав. В-первых, менше моментів було хоча б, хоча б, чем у Ковалівки. Понимаєш, от був один момент у Фомина головой, але він плохо розпорядився. Тут ж треба думати о чому? О тому, що почему-то команда, тільки вошедші, мала і штанги, і моменти були. Понимаєш, от треба об цьому думати. Але я ж тебе говорю, вторая гра, зараз, пока будемо розбиратися, с Александрією, ну там вообще пожары. Хотя Александрією, ми видели, играло после, во-первых, как добиралось, после Шахтера, по сути, день отбора. Или, как я говорю иногда, день сборов. Вот момент единственный, второй, вот там же на 22-й, через 5 минут у Фомина. Все, і більше нічого. А почему нічого, Слава? Я присутствую вживую на этом матче. Ты присутствувал, вот где Маріуполь? Почему Маріуполь отсутствувал? Через 20 минут Маріуполь дуже здорово почав, забив гол. Было можливі, що нам показали Руслана, ще один момент. Видно було таке, що де-то недооцінка була, така колоса, видно було. А ребята, видно ще, що нема класа, мастерства особого. Команда організована, 4-4-2, все за линией мяча. Очень просто игра. Длинний пас, подбор, стандарт. Все. І вони, що проявили. Тут Яворський, там не уследив свого игрока, здорово, смирно. Открылся за спину, пробив в дальний, і плюс Хуч мог втащить. Зная Хуча в последнее время, он такие удары берет. Колеги, давайте еще скажем о том, що все-таки в підтримку Маріуполя то, що команда потеряла все-таки ключових игроків, да, в этом міжсезоні. І наполнилась опять-таки молодими хлопцями, які вчера ще були дублером і грали в молодежному чемпіонаті. Поэтому понятні проблеми, що у тренера вони є, ігра не збалансувана. Ігру треба ставити вже з новими игроками. Зубков ушел, який забив 8 мячей в прошлом чемпіонаті. Ігнатенко, який під конец сезона став ключовим игроком. Пихален, Аксикан і так далі. Борячук. Борячук, да. Це серьезні потери для тренера. Він молодець об цьому не говорить, между прочим. Держит це в себе. От кого це зависить? Ну, це не його проблема. Це ключові іреки були. На мій взгляд, Ігнатенко, Зубков, Пихален і Борячук, вони вже переросли уровень Мариуполя. Я не можу сказати, що переросли. Ну, посмотри, вони зараз ушли в Європу, да? Например, Ігнатенко, Зубков. Вони хороші уровни играють сразу. Ну, Слав, я не считаю, що вони переросли уровень Чемпіоната України. Вони только начали, только первый сезон показали і доказали, що вони егроки основного состава. Миша, у мене впечатлення, що ще сезон Борячук побудет в Мариуполі і все. Ну, він пока на скам'яці, верні, на трибуні ще побудет. Ну, тим не мене, тут же Зубков і Борячук. Ну, потрібно быстрей возвращаться в футбол, конечно же. Пусть він знайдет для себе комфортне місто і, щоб він играв парень хороший. Нужно обрести уверенність, що він талантливий игрок і умеет играти. Ребята, але це не проблема Кавалівки. Нет, про Кавалівку не треба. Тому що Кастышин не должен переживати, що там кто-то куда-то уехав. Нет, подожди, ми розмовляємо по ряду Мариуполя. Що в них внутри Мариуполь? Ми вже не говоримо про діверсину. А кому не проговорюють? Может, ребята бегуть з Мариуполя. Всяке ж може бути, правильно? Але це не проблема Кастышина. Колоса була страсть, енергія. Плюс дуже большая підтримка. Я був на трибуні, таке чувство, що вся Кавалівка приїхала. Все приїхали і такі колоритні люди на тракторах там. На комбаринах багато людей приїхали. По одному, по одному. Кавалівка за ці два тура доказала, що це дуже крепка і дуже колюча команда. Така, як мексиканська Текила. Знаєш, що фартова. І ще і фартова, к тому що. Фарт потрібно заслужити, це я вже знаю по себе. Ну і на сцене появився, собственно, главний арбитр этого матча. І що здесь? Красиво нарисовали. Тут молодец, да? Обманул судью. Що тут сказати? Рустам Худжамов после матча... Просто подумав, що коробочка. Да, обрушився со всей своєю силою, загреб в свої вратарські руки арбитра, говорив долго, говорив помногу. Але футбол, ви знаєте, такая штука, що в цьому матчі був обижен Мариуполь. Але ми, опять же, вже в рамках второго тура будемо сейчас смотреть игру Мариуполя-Александрия. А там будуть совершенно другие коврижки і совершенно другая история. Уже як раз в пользу Мариуполя і проти Александрии. Але здесь, в данном случае, да, можна согласиться з галкипером Мариуполя. Штрафного не було. Ну, пока нет вара. Ну, арбитр же може смартфон сходить до стади, быстренько просмотреть там в ютубе где-то повторчик. Я вам расскажу забавную историю. Буквально вчера, позавчера в Азії случился случай с варом. Там вара нету. Ну, случился спорный момент. Он показывает вар, бежит на боковую. И какой-то компьютер, он его посмотрел, говорит, нет голова. Да ладно, да. Это где-то в Азії. Да, смартфончик посмотрел и все. И потом жди, когда вар включат. Смотрим на все результаты первого тура. Собственно, начался тур еще в воскресенье, когда мы были в Одессе на суперкубке. Тогда Ворскла сыграла с Зарей и уступила дома со счетом 0-1. Ну, а уже в среду Десна и Львов. Десна начала неудачно, уступив Львову. А Колос, матч, который мы только что смотрели, обыграл Мариуполь 2-1. И в среду Днепр 1 обыграл Олимпик 2-0, Александрия уступила Шахтеру 1-3 и Карпаты Динамо 0-2. Мы не можем показать вам фрагменты всех матчей тура, потому что с нынешнего сезона мы больше не обмениваемся видеофрагментами чемпионата Украины с нашими коллегами с 2 плюс 2. Никакого конфликта между нами нет. Все просто. На следующие три сезона телеканалы футбол приобрели права на показ матчей у Премьер-лиги. За это проголосовало большинство клубов. И мы стали официальными телетрансляторами Украинской Премьер-лиги. Ситуация у наших коллег другая. Они приобрели права в обход тендера на прямую участие клубов. И согласно регламентных норм Премьер-лиги показ этих матчей на каналах наших коллег осуществляется незаконно. Соответственно, мы не можем осуществлять обмен нашего лицензионного видео на нелицензионное. Поэтому, повторюсь, никакого конфликта у нас с 2 плюс 2 нет. Это скорее может быть конфликт между 2 плюс 2 и Премьер-лигой, или между Премьер-лигой и другими клубами из-за несанкционированного показа. А мы с коллегами можем по-прежнему обмениваться всем чем угодно. Например, футболками после товарищеских матчей, но не контентом чемпионата Украины. Ну и переходим к обзору других матчей второго тура. Очень резонансно было в субботу в Мариуполе. Это один из тех матчей, где мы будем говорить об арбитраже снова. Где-то спорном, а где-то однозначно ошибочном. Насколько это повлияло на результат, это тоже будет вопросом в студии сразу после сюжета. В Мариуполь приехала Александрия. Розводили руками и хапалися за голови. И те, кто были в запасе, и те, кто играли, и тренерский штаб. В Александрії залишилось чимало запитань до Юрія Можаровського, головного рефері матчу в Мариуполе. Команда Бабича приймала команду Шарана. Я понимаю, что помиляются арбитри, но такого я еще не вижу. Мне просто интересно, как они будут сейчас отчитываться за тот гол, который они засчитали. Питания до Можаровського виникли уже наприкінці поединку. До того командам гралося спокійно і без негативних эмоций. Ось так Банада перехопив передачу Кирюханцева і добряче налякав Худжамова. Нелегко було ось тут і Паньківу. Із ударом Фоміна Кіпер, може б, і легко впорався, але рикошет зіграв злий жарт. Паньків бився до останнього і виграв. Куди веселішим був другий тайм. Вирішив бити здалеку Мишньов в траєкторію польоту м'яча. І тут добряче змінив рикошет. Але Паньків, натренований у першому таймі, небезпеку від своїх воріт відвів. Кирюханцев хотів завадити Безбородьку, врешті ледь не забив сам у свої ворота. І добре, що Худжамов не ловив гав. Про це він радісно розповів Мишньову. А в цьому епізоді Безбородьку не вистачило. Правою прийняв м'яча, правою пробив вище воріт. Схопився за голову Лучкевич і аж присів шаран. Із 72-ї хвилини в обох команд почався діалог із заробітром Можаровським. Спершу запитував рефері Фомін, чому він не призначив ось тут пенальті. Можаровський своє рішення постраждалому якось та й пояснив. На 74-й питання виникли вже в Олександрії. На їхню думку гол Ковальця чистий. Головний аргумент – арбітр на лінії Олександр Марчик прапорця не підняв. Наші хлопці розмінилися на боковій лінії. І вони чітко слухали, коли боковий говорить, що ні гри не було, я не підняю. Але далі вони друг на друга дивляться, я не знаю, чому так відбувалося. Ми збиваємо чистий гол, а нас відміняють. Я розумію, що помиляються арбітр, але такого я ще не бачив. Щоб арбітр не піднімає положення поза грою, а арбітр дає, говорить, не зараховує чистий гол Ковальця. І він мені сказав, що ні гри. Я цього не розумію. Переглянемо епізод іще раз. Отож, Ковалець забиває гол, перед тим лунає свисток Мажаровського. Запасні гравці Олександрії вказують на асистента арбітра, мовляв, той прапорець не підняв. І лише після цього реферіт таки здіймає руку вгору. А це відео із офсайдної камери у момент пасу на Ковальця. Чи був офсайд, чи ні – вирішуйте самі. Ось це іще один спірний момент. На думку Олександрії, це не Лучкевич фолив, а на ньому фолила. В момент, коли з пенальти, мене Валера Федорчук бьет, сам кричит і ставить пенальти в нашу шевероту. Тобто, чесні емоції, переполняють злость. Із позначки Фомін переграв Панькава. І трохи зіпсував йому статистику. ВПЛ кіпер Олександрії – знаний майстер із відбиття пенальті. Із 32 дуелей виграв майже половину. Маріуполь забив і вдруге. Півполя із м'ячем пробігва кула. Причому особливо не зважав на захисників. А все біг, біг, а потім і пробив у самісінький кут. Гол присвятив своїй дівчині, Руслані. Це рукотворне сердечко теж їй. Втупив погляду землю засмучений Лучкевич і, напевне, не одразу втямив, що його команда скоротила рахунок. Вже у доданий час. На віз Позбородька і гол сітала. Але втіфі Олександрії від того мало. Поразка 1-2. Звичайно, дуже прикра поразка психологічна для нас. Саме головне для хлопців. Не так, як для нас, як для хлопців. Чесно, я дуже здивований цим. Ну, нічого. Для Маріуполя навпаки – психологічно важлива перемога. Особливо перед стартом у Лізі Європи. Олександрія стартує в груповому етапі, тому цей матч, мабуть, прирівнюється до тесту у нас був Ліга Європейська. Я дуже радий, що ми виграли. Отож, Маріуполь вже перемикнув свою увагу на голландське АЗ. В Олександрії ж головне завдання після двох поразок поспіль почати набирати очки. Олександрія ще чекає до комплектації. Олександрія проігрує два матчі. Де-то арбітр, де-то сама команда, де-то ще щось. Тем не мені, уважаемі друзі, телепортал, приложення на ваших мобільних телефонах. Голосуйте, пожалуйста. На ваш взгляд, вот такой старт Олександрії. Случайність, календарь, нехватка кадров. Вот чего більше в этой истории негативних новостей, которые сопровождають команду Шарана на старте чемпионата. Ну а мы теперь давайте поговорим про этот матч. Теперь уже Мариуполь оказался не жертвой, а теперь уже Александрия оказалась жертвой. Очень много спорных решений допустил арбитр в этой встрече. Да, мы, конечно, увидим и шикарный гол в Акулы, но тем не менее... Много важных. Да, то есть... Для результата точно важных. Я бы сказал бы, вот я бы сейчас поговорил бы про эту дикую пятиминутку Мажоровского, да, которая случилась в середине второго тайма на 70-х минутах. Давайте вот по ней сразу пройдемся, чтобы понимать, о чем мы говорим. Если кто-то не видел этого матча или не видел этих фрагментов, что здесь произошло? Тут заранее уже падает, не ударился еще об ногу, а уже падает. Я бы 24-ю, конечно, вот там можно было давать пенальти, опять же Мажоровский ошибся. А здесь он рисует, правильно делает Фомин, но он, смотри, сейчас ставит ногу, да, Бабогла, по-моему. Бабогла, да. Но он раньше падает, вот же в чем проблема. Смотри. Ну, как тебе сказать? Ну, сейчас покажут с другой стороны. Если бы он здесь пенальти поставил, к нему бы было меньше вопросов, чем там, когда он поставит пенальти. Ты имеешь в виду... А, ну там... Конечно, тогда это чистый пенальти. Смотри, он уже падает, видишь? Сложный момент. Для защитника сложный момент. Сложный момент вообще и для рефери, и для защитника, да. Он его раскрутив здорово, во-первых, он неправильно корпусом переставил корпусы Бабогла. Бабогла, во-первых, не бьет по ноге, смотри. Он оставляет кругу. Он блокирует левой ногой, дальней ногой. Зачем, если ты правой ближе правой ногой, если он и под тебя, ты потом левой приступаешь. А так ему сложно, смотри, левой ногой. Зачем левой? Правую блокирует. Он под себя, ты левой двигаешь. Ты можешь блокировать, если у тебя уже пробросил мимо левой. Смотри, 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 выставляй правую. Я правую всегда, это правильно, по правилу в защите. Как если он противоход идет? Как ты правую? У тебя что, ноги? Как у змей, что ли? Вот так вот изгибается. Очень подожди, правую ногу ставишь, выставляешь, блокируешь. И под себя левой потом вытыкаешь. При этом разворачиваться надо. Ну, главное, что... Как в том-то и тело, что развернуться, он то успеет. Если он успеет развернуться, да, если он настолько поднимет. Это ж надо, чтобы позвонков не было хотя бы. На мой взгляд, он в пенальти скорее был, чем не был. Для меня нет. Для меня это больше рисовало, если ненатурально. Понятно, нет, понятно. Рисовал, но пенальти скорее был. Рисовал, но пенальти на мой взгляд был здесь. Я бы остановился на том, что в этом моменте пенальти он мог дать, Тогда можно было спорить, но все равно есть для этого какие-то предпосылки. Что дальше происходит в матче, давайте смотреть. Происходит тот самый гол Александрии при счете, заметьте, 0-0, когда гол Ковальца отменяют. Причем боковой выдерживает паузу, мы видим Ковальца, идущего за воротами, то есть он уже и гол забил, и уже, как говорится, за семечками сходил. И только потом мы видим поднятие флажка боковым армитром. Но тут ситуация непонятна, бокового, главный центральный рефери, ему сложно там увидеть, да? Это тут подсказка бокового рефери, но он реально проспал. Мы смотрим за боковым рефери сейчас, да? Да, он все на счет, он держит. Он что-то контролирует из глубины. Боковой просто показал, да, что он миллиметр увидел. В любом случае, даже если 2 миллиметра больше, в пользу атаки играет. Конечно, всегда. Здесь большая ошибка рефери. Безусловно. Опять-таки, спорный момент, 50 на 50. Вот у меня нет нини, что... Нет, почему 50 на 50? Ну, я не могу сказать, здесь вот непонятно. Здесь, понимаешь, телевизионная камера показывает все-таки немножечко под углом. Арбитр рефери на линии, там, ассистент арбитра, он... Сложный момент для рефери тоже сложный момент. И ему, возможно, показалось, что там был не игры. Ну, сложный момент. И так же, как из первого, в котором обсуждали Денадий. Здесь одна линия одета, потом он смотрит, там уже 2 метра впереди. Да, тракуются в пользу нападающей команды. А знаешь, почему сложный? Потому что пас из глубины он врывался. Поэтому он сначала на линии бы, а потом он взрывался. Мне кажется, здесь даже Вар мог бы и не помочь. Было бы... Да нет, в любом случае он Вар бы посмотрел, глянул бы. Но усмотрение... Не говорите одновременно, пожалуйста. Давайте посмотрим 78-ю минуту. Тогда тут четвером сейчас начнем говорить. Я чувствую, после 78-й минуты назначенный пенальти Мажоровским. Когда Федорчук бьет по ногам Лучкевича, тут же начинает почему-то кричать. Ну, наверное, понимает, почему начинает кричать. Момент эпизода упущен, но как раз пострадавший здесь оказывается Лучкевич. Это даже, наверное, из разряда, скажем, комедийного эпизода, смешного эпизода. Так вот мы, смотри, что разбираем. Мы сложный момент очень быстро, да, разбираем. А вот этот элементарный, тут сразу же начинает свистеть. Ну и, конечно, я думаю, Александрея просто забрали очки или своровали, как хотите. Давайте, прежде чем мы увидим продолжение всей этой истории, мы задавали вопрос сейчас после сюжета, да, вот что произошло с Александреей. Я просто хотел бы сразу уже и второй вопрос задать. Если у нас есть результаты первой версии наших телезрителей, вот в чем неудачный старт Александрии, да, там, понятно, был непростой матч Шахтера. Здесь непонятно, что происходило. Долгий переезд, долгий непонятный Мажоровский, да. Ну вот, больше на случайность пока. Ну и в том числе мы видим большой процент, это брак, это нехватка кадров. Не укомплектация, скажем так, команды на старте нового сезона. А дальше вопрос, который я хотел бы задать, вот мы говорим про судейство в этом матче, оно как раз будет касаться Мажоровского. Вот пятиминутка, да, скажем так, Мажоровского. Вот что это такое, на ваш взгляд? Это затмение? Это грубые ошибки? Или все было по делу? Потому что вы видите, тут и по пенальти есть вопросы в студии, тут и по офсайду как бы есть разночтение. Но тем не менее, вот назовем первое в кавычках затмение, здесь подразумевается все, что угодно. Дальше грубые ошибки или же вот арбитр был абсолютно прав в тех решениях, которые он принимал. Давайте пока наши голосуют, телезрители, мы посмотрим вот эту красоту на 83-й минуте. Для Вакула это красота, а для Шарана я считаю, что вот эта молодежь еще пока сырая. Вакула одновременно не говорит, а? Эта молодежь сырая, потому что мы видим с Шахтером то же самое в своей забили. Тут вообще четыре защитника, по сути Вакула ничего не делал. Бежал, бежал, бежал и пробил, молодец. А там и задом отбирал, кто там шастал или кто там, я не знаю, или бухал. Ну смотри, Вакула это очень быстрый игрок, который очень сильно индивидуальный. Два защитника, Бобогла и Бухал, это два высоких игрока. Они очень хороши, когда очень глубоко бороться. Когда есть пространство, они не имеют высокую скорость и очень слабая координация. Слава, его Банада мог уже сбить. Банада мог свалить и все, получил там, я правда не знаю, первая или вторая. Но он надеялся, что на игроков здорово проявил. Вот такие моменты, вот такие боли, поэтому болельщики приходят и хотят видеть побольше таких индивидуальных решений. Вот таких моментов здорово. Ну просто великолепно. Молодой парень здорово проявил, взял на себя ответственность, не побоялся, навозил троих, забил супербол, принес команде победы. А то, что Виктор говорит, что украли победу в Александрии, я совершенно не согласен. Александрия, да, ошибки рефери были, но она не наиграла. Я смотрел этот матч, полностью матч был под контролем Мариуполя. Они сразу начали игру хорошо, контролировали, все поднимали. Да, у них не было моментов голевых, но они контролировали игру. А Александрия очень глубоко закерлась. Я считаю, что мы все-таки обошли вниманием вот этот эпизод на 2-4 минуте, о котором легенда говорила. Этот был чистый пенальти, опять-таки он был не назначен в пользу Александрии. Вот там надо было назначать. И, наверное, вот Мажоровский как раз под воздействием этого эпизода, в перерыве, возможно, он посмотрел этот эпизод, понял, что он ошибся, не назначил пенальти. И тут хотел немножко отработать. Плюс еще не дал там спорный момент, вот этот, в котором я считаю, что пенальти был второй, опять-таки, на Фомине. И он здесь как бы отработал вот в пользу Мариуполя. Понимаешь, вот в том моменте, где вообще 100%. Смотрите, мы ни в коем случае... Я слышу, что второй тайм начинается, можно сразу давать пенальти, значит. Нет, нет, ну, он скорее всего... Не говорите одновременно, одновременно не говорите. Уходил от этого ног. Понятно, но я тогда вопрос, я тебе задаю, почему падает Федорчук? Вот Федорчук непонятно падает. Симулирует? Все провоцируют? Симулирует, почему? Человек бежит там сзади, он даже не видит. Современный футбол требует этого? Но он падает. Я не говорю, там пенальти, на мой взгляд, не было. Но орбита, когда видит, падает таким образом игрок, он понимает, что он даже не видит сзади, что бежит кто-то. Он там, может, там, я не знаю, колебание ветра чувствует или еще что-то. Спасибо, давайте, шкинь, ноги даже чуть-ка слабенькие. Он даже их внутрь загнул, чтобы отбежать. Я с тобой согласен, пенальти там не было. Я не спорю сейчас. Я говорю о том, вот вопрос же звучал, что затмение или что. Вот это затмение. Давайте вернемся, коллеги. У орбитра, но... Миш, давайте вернемся к 24-й минуте, о которой мы говорили. То есть мы начали сразу с 78-й. Вот здесь еще мог быть Мазаровский. Чистый, глупый пенальти. Со своим решением. Давайте нам крупный план сразу, мы посмотрим. Был ли здесь пенальти ворота Александрии? Был. Меча не касается, играет корпус. Все. Ну, из всех эпизодов самый явный. Тут пенальти 100%. Почему? Фома подпрыгивает, он в воздухе. И защитник просто берет... Если бы он был в статике, настоял бы на газоне, и он бы потолкул, это не пеналь. А когда в воздухе, то же самое случилось, как у Динамо такой же, похоже, только в штрафной, когда врывался игрок. Давайте посмотрим, что думают наши телезрители касательно судейства Мажоровского в этом матче. Мы не говорим, что он был кем-то, чьей-то стороной ангажирован и так далее. Ошибки были как в одну сторону, так и в другую. Но вот эта пятиминутка на 70-х минутах, она вообще была самой дикой. Вот что это такое? Это затмение, это грубые ошибки. А может быть, вы считаете, что он был просто прав. Это грубые ошибки. То есть, действительно, Мажоровский совершил очень много ошибок, как для одного матча. Он действительно очень опытный, квалифицированный арбитр. Это не тот арбитр, который может вдруг поплыть, как боксер в ринге после там 8-го или 9-го раунда. Ему вдруг физики не хватило. Но он действительно поплыл и матч действительно провалил. Ну, а мы сейчас снова будем хвалить Колос, который со старта взял две победы подряд и является одним из лидеров чемпионата. Только подумайте. Снова увидим счастливое лицо Руслана Костышина. И все с точностью до наоборот у Олимпика. Дончане долго боролись за право остаться в Премьер-лиге. При этом борьба эта не ограничилась к концу сезона и продолжилась в летнее межсезонье, но уже в кабинетах. Затем новый тренер, новые игроки, нехватка кадров, неукомплектация. И, в общем, пока что хвастаться нечем. Проигрыш в первом туре Днепру. И сегодняшний матч, который Олимпик мог не проигрывать, но взял и проиграл. Були часи, коли Жуліо Сезар Сантос Кореа вважався футбольною зіркою Мілана, Бенфіки і навіть Мадридського Реалу. А віднедавна він головний тренер Олимпіка. І вивів його на календарну гру проти Колоса. Руслан Костишин добродушно базікав перед матчем із резервним арбітром Козиряцким. Вдалий дебют у Премьер-лізі додав Колосу неабиякою впевненості. Ми гарний поєдинок провели з Маріуполем і такий емоційно виснажений. Я думаю, сьогодні хлопці нестили відновитися чисто в емоційному плані, психологічному плані. Перед матчем усі хрестилися. Ось так гравці. А найпереконливіше он той чоловік у блакитній сорочці. Цікаво, за яку команду він так щиро вболівав. Стоп-картинка. Оцей хлопчина вперше потрапив на великий екран. Це дебют Дениса Костишина у Премьер-лізі. Коуч Колоса із засумісництвом його батько після матчу особливо сина не нахвалював. Я ризкнув, я хотів йому довіритися, що він гарно виглядав на підсезонці. Я думаю, десь він вже заслужив вийти в составі. Я його вітаю з першою грою в основному складі за весь час з нашого супровідничества. А ігра він показав середнього. Колос, він у чорній формі, мав гарну нагоду у дебюті. Але гравець із морським прізвищем Чорноморець зі стандарту не пробив у воротах Панькова. Вже на восьмій хвилині Смирний з двох ніг скосив Ксьонза. І за це справедливо арбітер Кривушкін виписав Грубіяну попередження. Олімпік вирішив взяти ворота Колоса хитрістю. М'яч прилетів з кутового, вдарився у ближню стійку, але на добиванні Абубакара підвела ліва нога. Вже за мить матар з усіх сил кинувся на м'яч, але Колос рятувала вже інша стійка, а Завійський вдарив так не зграбно, що сам засмутився. А знаєте, чому розізлився Руслан Костишин? Намагався допитатися, за що арбітер Кривушкін вилучив Смирного. За відмашку. І друга жовта картка перетворилась на червону. Втім, нападника за неї фінансово не каратимуть. А потім Колос отримав право на стандарт. Задоя з усієї сили зарядив у штрафний майданчик, скидка на нехтія, які Порупенькову довелось фолити. Вирок рефері Кривушкіна аж надто суворий. Вилучення плюс пенальті. Як на мене, червона картка незаслужена. Арбітер мав призначити пенальті і покарати жовтою карткою. А так вирок вийшов божевільним. Відбивати 11-метровий мусив Бетім Алімі. Він замінив політила. Задум Гаверша вгадав, але до м'яча не дотягнувся. 1-0. Попереду Колос. До речі, Руслан Костишин мусить передивитися трансляцію, кого ж свідомо відвернувся під час виконання пенальті, аби не наврочити. До точки підходили з рішучим наміром? Ну, звісно, по-другому не можна. Якщо будеш боятися, то воно чорівато шутками. Так що треба тільки з вірністю підходити. Жуліо Сезар почав активно жестикулювати, але його почув хіба що Фабініо. Втім, влучності забракло. А в доданий час пряму червону картку побачив перед собою вже Абубакар. Він свідомо відмахнувся від Сахневича. І орбітер Кривушкін не роздумував. В підсумку 1-0. Друга поспіль перемога Колоса. І Руслан Костишин задоволено стрибав і плескав у долоні. Дебютант дивує, Ковалівка тріумфує. Калос показує феноменальні статистичні результати. Две победи і в двох матчах подряд удалення. Тобто грають ребята по полной, до отмашок, до крові. Але, тим не мене, две победи взяли. З чим і поздравляємо дебютанта Прем'єр-лиги. Ну а зараз, коли коснулися Олимпика, а об Олимпике ми ще не говорили. Давайте ваше мнение, ваше впечатление по итогам первых двух матчей. Слава, наскільки корректно тебе, як бувшому тренеру Олимпика, буде давати оценку новому колегі, новій команде? Я дивлюсь на Олимпику, я дивлюсь на Олимпику, це вже нова команда, новий тренер. 70% інших игроків грають. Я дивлюсь цей матч, перший час, все преимущества були Олимпика, добре комбинировали. Калос снова, як першу грав, от оборони, дуже організованно. После удалення вони ще перестроились, ждали тільки контратаку. Навіть не контратаку, а просто одна надежда була тільки на стандарт, який відбувалася, де ошибка рефери. Ти, з моєї сторони, коли ти прийшов в Олимпик, і ось зараз нынешній Олимпик, якій тебе, каже, потенціально, можливо, сильніше по кадровому подбору? С моєї сторони, це не етично совсем. Я вижу, що є перестановки. То, що новички прийшли, я можу точно сказати, що вони не усилили команду зараз. Сьогодні були лідери, це Ксенц, це був Полі, це був Гришко, це Матар був той же, це лідери були команды Шера, а новички я не увидел, щоб вони усилили команду. Давайте посмотрим фрагменты, спасибо. Тот вопрос, який я Славе не можу задати, а вам задам, Миш, ну, твоє впечатление по поводу нового тренера Олимпика. Чувствується ли вот где-то приход некого? Новое видение, или нещо, що тебе, може, удивило? Ну, новое видение, оно формирується в первую очередь из-за селекции, в селекции, да, то есть тех игроков, которых ты подписываешь, которые у тебя есть в твоєму распоряжені, і як ти іми пользуєшся, да. Ми не знаємо этого тренера, трудно сказати, какой там футбол он проповедує. То, що команда играла в атаку, старалась играти агресивно. Извини, Миш, скажи, пожалуйста, сейчас продолжим. Здесь колеги, є вопросы к арбитру? Вот, вот эта вторая, жёлтая, наскільки она по праву, нет? Ну, отмашка, отмашка. Ну, скорее всего, да, потому что у нас все-таки факты игры, там, отмашки-то есть, но насколько это там 100% жёлтое, ну, наверное, жёлтое, если отмашка, если удар был, контакт был с лицом. В любом случае, этим преимуществом не воспользовался до того, как команды уравнялись. Ну, хорошо, Миш, то есть ты не видишь какого-то сейчас, ни тренера под состав, ни состава под тренера, да? Да, пока непонятно, такие, знаешь, расплывчатые формы пока имеет Олимпик, мы понимаем, что всё было в последний момент, комплектовалась команда, хорошие там решения там по поводу клуба пришли уже под самый, там, под самое начало чемпионата, и руководству было очень сложно. Я бы, я бы, один, буквально одна ремарка, я бы посоветовал бы Григорьевичу пригласить в качестве консультанта Санжара. Вот он знает в таких эпизодах, как поступать, потому что он каждые полгода всегда с нуля практически комплектовал команду. Да нет, почему консультанта приглашать? Это не респект, он был Шевченко тренер, это мир, это нормально. Консультант проконсультировать, почему помочь? Можно сделать наблюдательный совет Санжара и Шевчук. Да, возможно. Виктор Евгеньевич, на твой взгляд удаление здесь Пенькова было? Нет, удаления не было, я тут хочу Смирнова отметить, но наоборот, как оказалось, сделал хорошо для Колоса, потому что его удаление, после его удаления, Олимпик стал хуже играть. Вообще ни одного момента не создали, вот они в первом тайме еще что-то три момента штанги, тут видно, а тут я тоже согласен, что тут получается два штрафа. И удаление, и пенальти, еще и три даже, и меньшинство. Понимаешь? А то, что пенальти был, он, конечно, глупый, так же, как и вот эта красная карточка Абубакара. Я бы вообще за это штрафовал, чтобы тренеры, я не знаю, слышат, не слышат. Вот за это раз штрафовал, и все, и никто уже не будет махать. Произошел такой же момент, идентичный, мы играли с Динамо на стадионе дома, да? Такой же. Мой кто? Я когда был главным тренером Олимпика, произошел один, Гарбаша убил вратарь так же, желтое и пенальти. Я тоже согласен с главным тренером Олимпика, что здесь желтое и пенальти, но не красное, потому что ты правильно говоришь, это два убийства сразу. Три. Три. Причем на линии был еще Гришко, уже выбивал. Слав, вопрос, вот смотри, вопрос же не этот был, не этот эпизод. Да, мы же не говорим об удалении Пенькова. То есть там был эпизод игровой, да, смирный удален, тоже в игровом. Вот здесь идет Абубакар и бьет по лицу. Ты как тренер бы наказал бы это еще чем-то, кроме того, что получил футболист? Ну, смотрите, сегодня матч был, суперкубок Англии, Манчестер-Сити, Ливерпуль играл. Таких, что до тебя толкнул, куча была. И чем мне рефери понравился? Он даже не обращал на эти движения. Ну, толкнул, толкнул дальше. Нет, нет. Если баснула, смотри, тут удар в лицо, красную карточку. Нет, там где лицо, в неигровом эпизоде, мяч не введен в игру, он идет, бьет по лицу. Ну, как-то ненатурально чуть-чуть, он от нее отмахивался, смирный, поэтому, может быть, зная, что у тебя есть желтое, нужно поаккуратнее всегда играть. Молодой игрок? Нет, не смирный. Смирный Абубакар. Абубакар, я говорю. Нет, и тот, и тот. Примерно одинаковые ситуации. Смирный толчок был в лицо, а в корпус больше толчок. Смирный был в движении, еще раз повторяю. Да, он это делал неумышлено. Абубакар стоял, ждали года мяча. Абубакар скорее умышлено. Нет, а там это 100% защитник сделал это умышленным. Вот об этом и говорится, что совершенно ненужная грубость. Но у нас Динамо на этой неделе отметилась новым трансфером. Если бы еще даже год назад кто-то сказал, что Динамо купила Люксембуржца, который играл в Японии за команду на предпоследнем месте, этот трансфер был бы куром на смех. Но так уж случилось, что все мы хорошо знаем этого Люксембуржца. Сначала он просто выжег в своей зоне нашу сборную, а затем, правда, сделал всем нам невероятно щедрый подарок в виде гола в свои ворота. И тем самым принес Украине победу. Но мы запомнили не только автогол, согласитесь, но мы запомнили в том числе и его игру. Его имя Жерсон Родригес. Карьеру профессионального футболиста Родригес начал в Люксембурге. В конце января 2018 года Жерсон Родригес за 40 тысяч евро, представьте, перебрался в молдавский шериф. За год в Молдове люксембуржец успел стать чемпионом. А в январе, уже через год, в 2019 году, Родригес за 200 тысяч переехал в Японию, где его подписать проявило желание Джубило Ивата. Ну, понятно, что этот клуб нам ни о чем не скажет, но тем не менее. В чемпионате Японии он провел 18 матчей, забил 7 мячей, Ивата в чемпионате идет на предпоследнем месте. В Японии играл центр форварда, может играть как на левом фланге атаки, так и на правом. У Динамо там есть Цыганко, Вербич, Караваев и Депена, поэтому либо кого-то из этих игроков киевляне продадут, либо Жерсона будут использовать в качестве форварда. На второе указывает перевод, кстати, Ирусина в аренду в Зарю. Вот отсюда вопрос на телепортале, на нашем КОВО, уважаемые друзья, вы видите основным форвардом Динамо. Вот в предстоящем даже матче с Брюгге мы знаем, что Родригеса сразу дозаявили в Лиге чемпионов. Кто он, на ваш взгляд, беседен? Соль или Родригес? Дайте, пожалуйста, плашку на экран, чтобы телезрители понимали, что, собственно, наше голосование пошло. Ну, а у меня, вот, Миша, к тебе вопрос. Вот этот трансфер, я же говорю, что еще год назад, наверное, бы все мы смеялись бы. А тут мы абсолютно четко этого парня запомнили. Не потому, что он автогол привез, потому что он реально неплохо тогда отыграл. Ты в чем-то прав, конечно же, сегодня этот трансфер выглядит не так даже, как выглядел трансфер ДПН, который больше вопросов у нас вызвал. Хотя, как бы, человек там из Углая, футбольная страна, там и так далее, и тому подобное. Но Родригес по этим матчам против сборной Украины сделал себе имя, как бы, в нашей стране. Вот. И за счет, в том числе, за счет своей, и в первую очередь, за счет своей, действительно, яркой игрой. Он был явным лидером команды и, скажем так, тянул все атакующие действия команды, именно формировал он. И, скажем так, наши защитники и полузащитники не могли или очень, скажем так, с трудом справлялись с его действиями. Я считаю, что это неплохой трансфер для киевского Динамо, потому что человек может сыграть на любой позиции в атаке. Он добавит динамики, он добавит агрессии в атаке. Он при этом при оборонительных действиях тоже, на мой взгляд, будет в третьей зоне активно оказывать давление на соперника. Одним словом, мне кажется, симпатичным трансфером. Виктор Иванович, твое мнение, он сильнее центра форварда Соля? Ну, Соля мы почти Для меня уже любой форвард сильнее, потому что, ну, тут вопрос, где он будет играть и какие требования будут у Хацкевича к нему. Потому что, то, что он вверху хорош, это уже даже видно и по росту, кстати. Смотри, еще и в свои забил великолепно. Ну, здесь, да. На этот гол мы будем укладываться долго. Трансфер, конечно, вот такие трансферы, они много вопросов вызывают, потому что с Японии взять киевское Динамо, ну, сейчас может кто-то, кто-то может себе представить, что в Лексенбурге кто-то поехал в Шахтюр. Ну, я, например, ну, не могу, понимаешь, его то же самое и здесь. Вот за сборную он в Лексенбурге, допустим, лучший. А кто в Лексенбурге вообще есть футболисты? А, конечно, если брать беседина и пока Соля никакого, да, никаких, точнее, то, конечно, он может и удачно сыграть, как и под ДПНа, то, что я и говорил, случайно может любой сыграть, тем более за Динамо. Понятно. Две же команды в чемпионате играют. Ты помнишь Халка, где-то на тебя похож сейчас где-то, помнишь? Мощность, здоровый. Так он играл в Японии и его забрали потом в топ-клуб, в Порту, и потом пошла его карьера. Может быть, у этого парня тоже пойдет. Я его очень хорошо запомнил по матче, который произошел в Лексенбурге. Будко играл правозащитника. Он реально очень хорошо, хорошо выглядел. Да, забил автогол, поэтому скауты наверное Динамо увидели в этих матчах и поэтому взяли, я считаю, это хорошее приобретение. Какие требования будут у него? Вот же самое главное. На позиции центра форварда я не видел, на позиции вингера лево он очень хорош. Может слева-справа играть. А кто же тогда там не будет в составе играть? Много вопросов. Да, вот скорее всего, конечно же, его нужно использовать не на позиции центра форварда, а он хорош все-таки в линии полузащиты. Он и хорошо начинает атаки, разгоняет атаки, и направление атак меняет здорово. Поэтому этот игрок все-таки за нападающими должен играть. Пока что, можно сказать, потенциально интересный и хороший трансфер. Да, вот что думают наши телезрители? Где, собственно, кто, где, когда? Беседен. Нет. Соль. Больше всех. Родригес чуть меньше. Вот пока что вся соль в соли. Его видят основным. Родригеса действительно можно подумать, что можно увидеть. Я Родригеса вижу примерно десятым номером. Вот в этой позиции он должен играть. Либо центр-форвард. Ну, там есть, в принципе, да, слева есть... Либо вингер. Окей. Где будет играть Родригес? Вопрос, равно как и много других вопросов, которые сейчас решает Александр Хацкевич накануне старта в квалификации к Лиге чемпионов. Во втором туре Киевляне встретились с ФК Львов, и в составе были сюрпризы и явная ротация. Хацкевич оставил в запасе бой, Ковербича Цыганкова вышел лишь на замену. Миколенко и Гармаша Таишвиле и Шапаренко. Последний вообще переведен в дубль. Тем не менее, несмотря на всю экспериментальность, матч Динамо уверенно выиграла. Олександр Хацкевич мав над чем замислитись. Через вкрай щильный график тренер був змушений вдатися до серьезной ротации. А ведь так на матч за ФК Львов не потрапил до складу Вербич. На трибуне с партнерами сидели Миколенко и Гармаш залишился на лавке Бойко. Вже на початку поединку стався суперечливый момент. У верховій борьбе з Беседяним мяч влучив у руку Борзенку. Але арбітр Пасхал оминув це увагою. Суперники не особливо тішили глядачів активністю. Хіба що одного разу бразильский фінти продемонстрував Пернамбуко. А потім господарі посипались після травми Мартана. Мартана заменили і все розбулилося. Організація гри, дисципліна. А от кіпер господарів навпаки грав дуже впевнено і зреагував на удар головою Беседіна. Асистував Депена. Аж тут Бущана перевірив з гострого кута Ренан. Кіпер Динамо на місці. І тоді швидка контратака вдалась гостям. Караваєв подав у штрафний, братков вибити не зумів і лише продовжував цю флангову передачу прямо на голову Бесєдіну. Форварду знову не пощастило. Поперечка. І перед самою перервою Динамо досягло результату. Сидорчук фідігранно накинув на голову Буяльському, а той вгатив м'яча під поперечку. Буяльський, до речі, для нас якийсь злий рок. Він нам забиває постійно в кожній игрі, коли ми з ним граємо. І вже у доданий час Адамюк штовхнув у спину Шепелєва. Пенальті, яке влучно виконав той таки Буяльський. 2-0, перерва. Пропускати говна 46-47 хвилин не був для віщу бхати в спину 11-метрового. Після відпочинку на полі нічого не змінилося. Динамо контролювало гру, Львів тільки відбивався. Хитрий пас Сидорчука надепенно закінчився прогнозовано. Уруговає сприйняв нагруди і влучно пробив. 3-0, гру зроблено. Коли вже третій гол пропустили, вже нікому не було цікаво грати. Ні нам, ні їм. Я думаю, що можна було ігру закінчити на 55-й хвилин. Комфортний рахунок дозволив Хацкевичу вдатись до певних перестановок. Так на поле вийшов Франц Соль, який пропустив півроку через травми. Вперше отримав офіційну ігрову практику і новачок Кадірі. 23-річний ганець дебютував, коли замінив у центрі Буяльського. Лише одного разу львів'яни стараннями Бруно загострили гру, але м'яч полетів трохи вище в уріт. Гарно нагадав про себе Соль. Вийшло би дуже видовищно, якби м'яч залетів у сітку після удару п'яткою. Але забракло сантиметрів. Арбітр Пасхал не призначив пенальті, коли Циганкова зачепив Сабіно. Барзилець грубо наступив на ногу українцю. Класно, без розбігу, цілив у дев'ятку шепелів, але Сернавського виручила поперечка. 3-0. Динамо легко перемагає в Кальвів. І тепер віце-чемпіона країни очікує на виїзді бельгійський Брюге. Кваліфікація Ліги Чемпіонів. Позиції конкретно где? Кого не хватає в команді? Якщо забивають полузащітники, значить нападения нету. Потому що тут Беседин мог уже, причем, два мяча забити, все решить, плюс еще пенальти ему. Ну, там дали отдохнути, но это слава Богу. Правда, я не знаю, где они устали. Они же должны еще на сборах, по сути, быть, а уже кто-то устал. Не знаю, где устали. И вообще, почему в начале сезона дають кому-то отдохнути? То есть, на твой взгляд, на сегодняшний день проблемна остается позиция форварда, потому что мы Соля только увидели, а Родригеса только подпишали. Соль не готов, Беседин не может забить. Все просто. А вот по этому моменту, который вот в исполнении Буяльского и Сидорчука появилось такое ощущение, что Хацкевич нашел новую тактику в современном футболе, играя сложной восьмеркой. То есть, точнее, сложной не девяткой, у него восьмой номер стал центральным нападающим. Гарман, что же так же ворвался и забивал. Прекрасно, почему нет? В Буяльске даже в лиге забивал. Слав. Так, я адвокат Беседин, ребята. Да, мы знаем. Я защиту выступлю. В этом моменте, когда первый гол произошел, Сидорчук дал хороший супер черпак, черпак из глубины Буяльского, где открылся и забил. Есть глубина в роли Буяльского и есть недодача. Беседин на себя оттянул двоих игроков. И он был под присмотром, он ввел в заблужение. И когда произошел второй момент, вы это не сказали, когда идет передача в недодачу, Беседин сразу во фланг пас и потом произошел второй год. Именно пенальтик. Поэтому он поучаствовал практически в двух голах. Да, но сейчас красиво. Да, были моменты, у него для взятия. Да, у человека нету сейчас как бы фарта, нету уверенности. Но он забьет один и второй, я думаю, почувствую. Я вижу по глазам у парня, что он пацан старается, работает на команду, бьется, отдается. Да, может быть, где-то не хватает техники. А можно узнать, а главному тренеру старания нужны или очки и победы? Ну, без старания, понимаешь, ты не обыграешь никого. Без старания надо не старание, а мастерство. Вот тебе, пожалуйста, ДП, посмотри, откуда забил. С песочной ямой. А этот с метра не попал. Да, супер, супер, воспользовался, хороший. Супер гол, класс забил, исполнил все. Ты думаешь, Брюги будет много? Ну, хотелось бы, конечно, много моментов. В лиге много моментов не бывает, если команда средняя. Сидорчук, заметьте, два посла, два таких черпака в этом матче. Отлично. Кстати, Слав, на твой взгляд, почему не Беседин был пенальти? Беседин был в предыдущем матче в этом же городе. Ну, не дали. Александр Хальский сказал на послематчевой конференции, что ребята принимают решение, кому нужен важнее. В предыдущей игре забил Беседин, тоже важно, чтобы почувствовал. Поэтому сейчас решили... Паскал судил эту игру, и здесь тоже есть вопросы к арбитру. Много вопросов у нас мы видим во втором туре к арбитрам, которые обслуживали эти матчи. Это два эпизода, которые случились в этой игре. Сначала эпизод с рукой, да, на восьмой минуте, когда... На седьмой, простите, минуте, когда вот рукой фактически сыграл Борзенков в штрафной, и Паскал никак на это не отреагировал. Миш, здесь что? Ну, здесь, скорее всего, да, здесь нарушение правил. Знаешь, что напоминает эпизод, Миш? Видо, помнишь, матч Шахтер-Зенава в Харькове? Один в один, когда Абдулла, по-моему, или, если я не ошибаюсь, или кто там, тогда судил и не поставил пенальти. Ну да, арбитр мог назначить пенальти. Тут даже просто рука сверху, локоть выставляется. Это даже штрафного мог сразу ставить. Это куда... Это не натурально, не в природном положении. Как туда руку выставлять? Выставляй головой, борись с корпусом, толкайтесь. И второй эпизод под занавес встречи. Уже счет 3-0, и тем не менее, возникает эпизод. Это Сабина фалит на Цыганкове. И здесь тоже пасхал молчит, хотя, кажется, ну, насколько он там очевидный этот момент. Мы-то можем его в повторе посмотреть. Насколько здесь не боковой, да, получается, не заметил эпизод. Ну, Саш, тут опять 3-0. Это то же самое, как вот Шахтер в Александрии. Хотя здесь более четко можно дать пенальти, наступает, чем когда Марайс падал. Так что тут, я же говорю, 3-0, и уже все доигрывали и бросили играть, хотя динамовцы вышли и бежали. Цыганков активный был. Видимо, мало забили. 3-0. Динамо забило, после первого тайма два мяча, во втором тайме раскрепостились и вообще спокойно очень играли. Мне очень понравилась связка на фланге Караваев-Цыганков. Караваев все-таки на позиции полузащитника вингера все-таки ему не хватает свободы. Он между линией очень себя некомфортно чувствует. Это фланговый игрок, но когда у него есть глубина, он знает, он входит в дигональ очень супер. Они с Цыганковым чувствуются с ползгляда. И, на мой взгляд, даже Кинзера уступает в этом плане намного. Кинзеру можно использовать где-то как на позиции даже центрального защитника. Его можно уже продавать. Или если они будут играть в три, он может право центрального играть. Он хорошо играет головой, хорошая скорость, неплохая передача. Пока что потенциально смотрится, конечно, Караваев на месте Кинзера в будущем. Если, конечно, не будут продавать Саганкова. Но в отборе все-таки один в один Кинзера все-таки на мой взгляд понадежнее. Для обороны, да, с этим я с тобой согласен. У нас абсолютно серьезное дело предстоит на следующей неделе для Динамо. Да, был ФК Львов, были ФК Карпаты, но все мы говорим о Брюге. Сейчас мы будем говорить, друзья, о Брюге. Но прежде все результаты второго тура. Мариуполь обыграл в субботу Александрию, Львов крупно уступил Динамо, Десна выиграла Уворцклеса счетом 2-0. В воскресенье Олимпик проиграл Колосу, Шахтер так же крупно, как и Динамо. Видите, синхронно наши лидеры извечные сыграли. Победил 3-0 Карпаты, Заря и Днепр 1, Ничья 1-1. Ну, впервые давайте посмотрим на турнировую таблицу. Есть только три команды, которые в первых трех турах не потеряли очки, взяли максимум. Это Шахтер, Динамо и дебютант премьер-лиги Колоса. Это здорово. Мы вот где-то в симпатиях сразу команда захватила наши симпатии. И сразу четыре команды, которые не брали очки. Одна из них выступает у нас в Лиге Европы в групповом раунде в этом сезоне. Ну, благо, есть время. Вот так все выглядит у нас после второго тура, а третий состоится уже через неделю. И это центральный из центральных, из центральнейших и центральных из центральных матчей Динамо. Шахтер в субботу, 10 августа. Кроме этого, Ворск, Львов, Александрия Олимпик. И в воскресенье еще три игры. Это Днепр, Десна, Колос, Заря, Карпаты, Мариуполь. Можно я не буду говорить Днепр-1? Меня бесит вот это, понимаете? Вот это один, давайте еще что-то. Просто Днепр, потому что все равно это практически Днепр. Можно подумать здесь Днепр-2, три или четыре. Для всех болельщиков всегда есть один Днепр. Ну, а Динамо завтра отправится в Брюге. А мы уже побывали в Брюге. Сегодня из Бельгии вернулся Игорь Бурбас. И сейчас мы узнаем все подробности о том, какой нынче Брюге. Как они готовятся к встрече с Динамо. Что это за команда? Увидим Эдуарда Соболя, который сразу стал игроком основы там. Масса эксклюзивного материала в нашем спецрепортаже. Если на планете Земля есть место для казки, то оно однозначно тут. Место, которое среди всех бельгийских зберегло свои обличия еще с часами средневектора. Место, в котором туристов завжди больше, чем в местных жителей, особенно после выхода кинематографического бестселера. Залягти на дно Брюге и расчинить себя у многомиллиона монатопа можно запросто. Усим, напевно, кроме местных селебритис, одна из которых уже, безусловно, это Эдуард Соболь. Усього кілька киньских сил допомагають швидше познайомитися з околицями, які для українців стануть домашніми як мінімум в найближчий рік. Тут він в оренді з Шахтаря. Західна Європа підкорює Соболя своїм автентичним шармом. Интересные все здания, все старинное, что было построено, не знаю там, в каких годах очень давно. Я думаю, стоит сюда приезжать и вживую увидеть, почувствовать эту атмосферу города. И изнутри эти маленькие улочки, канали. Раніше на стадіон ходили дивитися на його результативну гру. 500 з гаком матчів і понад дві сотні голів внесли Герта Верхейна до книги легенд Брюге, на матчах якого тепер працює як телекоментатор. На цьому стадіоні абсолютно нічого не змінилося за ці 13 років, як завершив кар'єру. Я чимало забив тут більше всього у ті дальні ворота, за якими наші ультрас. Неймовірні спогади. Зараз в моїй роботі не так багато напруги. Моє місце у прес-служі із мікрофоном, в якій я говорю все, що думаю про нинішнє Брюге і не цураюся по ділу критикувати. Трибуни Ян Брейдельстедіум занурюють в атмосферу ліверпульського Енфіда чи Селтік-парку. У Брюге теж стартовому свистку передує словетний юлневий вокелон. Окрім пісень, тут частенько лунають тости. Хмільні напої офіційно дозволені лігою, титульним спонсором якої якраз і є пиво жупіле. Обопільна комерційна вигода. До речі, клялихи в основному підіймають за перемоги і видовищну гру. До усього цього фанатів привчила команда. Хочет играть первым номером, хочет высоко прессинговать соперника. То, что от меня требует, это, естественно, изначально надежная оборона. Потом, естественно, он любит, чтобы крайние защитники активно подключались в атаку. В принципе, то, что мне нравится делать на поле, то он и требует. Так что у нас, можно сказать, взаимопонимание и одинаковые мысли на поле. В принципе, то, что он предлагает нам, как играть, в какой стиле игры играть, это всем в команде нравится. Право кваліфікуватися до Ліги чемпионів Брюген надало друге місце у чемпіонаті Бельгії. Результат, який боси клубу розцінили, як невдалий. Відтак на тренерський місток повернули Філіпа Климана. Того самого, котрий два місяці тому виграв чемпіонство із Генком. І от прийшов повторити це з командою, за яку теж колись виступав. Почерк фахівця став помітним вже з перших матчів. Передусім змінилися тактичні побудови. Минулого сезону була схема 3-5-2, зараз це 4-3-3. Але Климан грає у такий самий домінуючий та комбінаційний футбол, в якому володіння мяча є запорукою успіху. Обов'язковими елементами атаки є забігання, особливо з глибини. Саме тому йому потрібні флангові захисники, один з яких є Соболь. За нового коуча змінилися вимоги до нападників. Раніше Таранний Веслі чекав на асисти партнерів. Тепер на вістріч швидкий Оке-Реке, який більше рухається і зміщується на фланги. Усьому іншому залишилася та сама команда, в якій ключові гравці у центрі поля. Це Ванакен і Вормер. На них тримався і тримається хребет Брюге. Цього літа з Брюге відлетіло чотири крупні ластюки. Троє в Англію, ще один гравець в Італію. 61 мільйон євро. Рекордна для бельгійських клубів виручка упродовж одного трансферного вікна. Прекрасна статистика на папері, яка не послабила кадрового потенціалу команди. Одну з провідних ролей, в якій відіграє Деніс Бонавентуре. Реактивний вінгер Зорі у минулому. Ви точно його пам'ятаєте. Для внутрішнього чемпіонату цих гравців достатньо, аби боротися за золото. Як на мене, саме у Брюге нині найсильніший склад серед усіх команд. Але цього може забракнути у Європі. Пам'ятаю, у мої часи ми домінували в Бельгії. До речі, тричі перетиналися із Шахтарем у кваліфікації до Ліги чемпіонів. Одне протистояння виявилось успішним, інші два – провальними. Донецький клуб тоді щороку прогресував, а ми залишалися на одному рівні. Взагалі, скажу я вам, бельгійські клуби не надто люблять отримувати в суперники українські. Передусім через дальні перельоти. За динамічним футболом у виконанні Брюге ледь встигають телеоператори. Карколомні комбінації – це зовсім не імпровізація технічно оздоблених гравців, а відточений на тренуваннях механізм. До цієї справи Філіп Клеман підходить надзвичайно ретельно, а якщо не сказати – маніакально. У нього продовжительні тренування по времени длятся. Могут длиться і до 2-х часов, дуже багато різних упражнений. Тактика, граві упражнення, стандартне положення. Все це багато отримуємо. В принципі це добре, що ти можеш от одній тренування дуже багато інформації. І ніхто не жалується, всі тільки в удовольстві отримують цю роботу. У новий сезон Брюгє увірвався двома впевненими перемогами у чемпіонаті. Три голи у першому турі і ще шість цими вихідними. Зробили команду найрезультативнішої у Бельгії, що заслуговує на схвальні відгуки від коментатора Вархейна, вселяє оптимізм у тренерів, гравців і навіть у цих ведмедиків – трьох символів клубу. Розбалуваний голювим шаленством на старті, Ян Брейдель Стедіум дуже вже розраховує повторити усі переможні традиції і в лізі чемпіонів. Аби знову було коло пошани, перекличка гравців із фанатами, які вкотре проскандують улюблені імена та зроблять історичні фото на згадку. Філіп Клеман теж хоче собі найближчого вівторка тріумфально наповнити келих. Але підсвідомо готовий, що дуелі з Динамо можуть стати досвідом, гірким, як цей хмільний напій. Перед телекамерами коуч уже не ховає свого захоплення від сили опонента. Я переглянув останні чотири гри Динамо, в яких побачив багато молодих гравців. Вони вже є збірниками своїх країн. За ними стежить топ-клуби Європи. І тепер розуміють чому. Суперник дуже якісний в усіх ланках. Відтак Брюге має бути надзвичайно потужним, аби пройти цей раунд кваліфікації. Додаткову інформацію по персоналі Клемано за потреби надасть його підопічний, чужий серед своїх. Соболь чітко розрізняє, яким динаміцем і чому варто приділити більш значну увагу. Витя Цыганков, я думаю, це зараз один із лідерів «Динамо». Стоить його опасатися, тому що він умний футболист, с хорошей скоростью, хороший удар у нього, хороша левая нога. Никита Бурда – физически сильний футболист, є у нього хороша передача, хорошо веде единоборство, один в один хорошо грає. І, звісно, треба опасатися на стандартних положеннях. Динамо – це перша перешкода на шляху бельгійців, колесниця яких тріумфально мріє заїхати у Лігу чемпіонів. Але свої плани на цей рахунок у киян, які у Брюге, однозначно не мають наміру залягти на Єврокубкове дно. І так, із основного Климан вернувся, екс-ігрок Брюге, і возглавив Брюге. До цього, ми знаємо, він провел прекрасний сезон з Генком, став чемпионом Бельгії. Тепер ми знаємо, що там Едуард Соболь, який в прошлом сезоні играв против «Динамо» в составі «Яблонца». «Яблонец» надавив багато проблем «Динамо». Ну і, собственно, Миш, Едуард Соболь, некоє нове начало для нашого українця в прекрасному, замечательному місті Брюге. На твой взгляд, наскільки цей опыт, який він зараз давав, характеристику, достаточно, кстати, таку чітку, як тренерську, поможуть і Климану, і Брюге доставити неприятності українському клубу? Ну, якщо він буде грати в составі против «Динамо», однозначно, для нього це буде полезна інформація, для нього, як лівого захистника, як тренеру ця інформація пригодиться, чи нет, большой вопрос. Ну, ти знаєш, Едик, буквально 2-3 недели назад мог оказаться в другому бельгійському клубі, один із главних конкурентів «Гент», готовий була за нього 2 млн евро, плюс 20-30% от следующего трансфера, і дуже близкі були сторони договоренності. Але, як на мій взгляд, Едик стоїть дороже, цих денег, і вообще, в принципі, мені непонятно, шахтер, якщо все-таки продасть. Наверное, в аренде у Брюге є опція викупа ігрока. Мені непонятно все-таки шахтеру, якщо вигодна його продажа, тому що пока замену на лівому фланге Смайли ми не видим. Можливо, по цьому і тянут, Миша? Можливо, і тянут, але якщо є опція викупа, то, конечно, Брюге може використовуватися цей опцією. Так що Динамо тут немного не повезло, то, що Соболь оказався в Брюге на даному моменту. В Брюге. Очень активно почав цей сезон, почав двумя победами. І на сьогоднішній день є лідером после перших двох туров. Максимум очков, забив за перші два матча 9 голов, пропустив один. І ось цей соперник, Віктор, ну, явно не виглядеть слабе Динамо, да? Ну, тут треба у соперників смотреть, с кем вони грали. Тому що 9 голов говорит о том, що 6-1 кого-то вони вигляли, да? Ось 6-1 цей матч, це Сент-Трюден, в якому в якому вступав в прошлом сезоні Безус. Вот, собственно, його розгромили. Це 7-1, да, по-моєму, вони вигляли? Це 7-1. А 6-1 вони по сезоні туре в Йопені обіграли. Да, соответственно, ну, по тому, що ми видим, ми розуміємо, що соперник точно не слабе. Ну, зато і не скажеш, що сильніє, причем на кого. Це хороший середньочет бельгийського чемпіоната, на сьогодні. Це зато не може. То, що в чемпіонатах твориться, мені кажеться, навіть не треба обращати увагу. Тому що тут Динамо играло со Львовим, с Карпатами, там Сент-Трюден. Так що тут, я ж говорю, тут треба смотреть, еврокубки, а не в Африке, еврокубки. Понимаєш, можна виграти у самого сильного, можна проіграти самым слабому. Так що тут надо, і после першої игры я можу сразу же дати точну інформацію, хто тут пройдет, а хто нет. Главное, щоб не после першого тайма, в хорошем смысле. Ну, якщо хочеш, можу после першого тайма даже. Наши телезрители, да, що думають наші телезрители, пройдет ли Динамо бельгийський Брюги? Ось такий вопрос сейчас появиться у вас в мобильних приложениях телепортал, і, пожалуйста, голосуйте. Що можна добавити ще про бельгийський клуб? В межсезоні заработали денег, там, исторически огромные суммы за счет того, що продали сразу трех игроків на Туманний Альбіон. Два із них ушли в Астанвилу, це Уэсли і Накамба, лідер прошлого сезона. А також Данжума, по-моєму, ушел не в Астанвилу, Данжума ушел в Бормут. То есть много денег заработали, соответственно, вернули тренера свою легенду, можно так сказати. Ну, і после перших двух турах, да, безусловно, може быть, як і Динамо, да, там, це ще не перша шестерка, це ще не пулька, которую разыгрывает бельгийська. Ми знаємо, она весной очень сильна, сейчас тоже, може быть, не все эти соперники. Ну, що точно отметил Ігор Бурбас, друзі, я був на цьому стадионі, на Ян Брейдалі. Я можу сказати, що таке дичайше, таке давлення, якого оказывають трибуны, ну, я, ну, вот, таких стадионів немного. Це то, к чому точно, в тому числе, нужно бути готовим в Динамо. Да, кроме того, що вони поють «You will never walk alone», там, действительно, дуже сильне давлення. І, конечно, лучше всего це давлення снять голом в першому тайму, і тогда, конечно, вони починають плыть. Получиться ли, вот, здесь, собственно, вопрос. Ну, соперник непростой, повторюсь, ми привезли специально под первый матч, под выездной матч Динамо, вот такой эксклюзивний репортаж в великом футболі. Ну, кроме всего прочего, вот Миша Митревелий говорил о том, где мог оказаться Эдуард Соболь, где он в итоге оказался, но у нас в том числе есть вот немножко истории и о том, как он оказался в Брюге, что произошло, вот буквально фокус, назовем это так, мнение и эксклюзивная, опять же, информация о Эдуарде Соболе, о его жизни в Бельгии после переезда в Брюге. Получилось так, что я оказался в Брюге, конечно, очень счастлив. И, естественно, у меня план – это закрепиться в этой команде, потому что у меня здесь аренда с правом выкупа. Моя цель – получить полноценный контракт здесь. И дальше, конечно, показывать себя и стараться попасть в намного более сильный чемпионат. Это была инициатива тренера, он, конечно, до моего приглашения общался с многими футболистами, и с Малиновским, и с Деннисом, спрашивал обо мне, да, о моем уровне. Естественно, сам он просматривал мои игры, и до этого у меня был с ним разговор, мы переговорили, он сказал, что хочет видеть меня в команде. Я был готов и бесплатно в Брюге прийти. В принципе, цена на меня никак не влияет, сколько клубы договорились о моем праве выкупа. Для меня самое главное, что я попал сюда, и это для меня очень большой шанс. Команда ставит высокие задачи, как футболисты, так и тренер. Команда хочет брать ближайшую игру до квалификации Лиги чемпионов, хотят попасть в группу Лиги чемпионов, бороться за первые места в чемпионате, выигрывать кубок. Он спокойный, он объясняет доступно, даже в раздевалке, на установках он без всяких лишних эмоций старается максимально донести каждому, что он хочет видеть от него на поле. Очень общительный, старается общаться с каждым футболистом, спросить, как дела. Если что-то нужно подсказать, какие-то моменты на поле, он индивидуально может подойти, объяснить. У него хорошая коммуникация с футболистами, и это очень помогает, когда тренеры и футболисты находят общий язык и могут пообщаться. Если сравнивать Яблонец и Славю, к примеру, то, конечно, не было такого общения между тренером и футболистом. В принципе, тренер мог к тебе подойти, пообщаться, но это было редко, и тем более это все было на чешском языке. Для меня было это сложно, и, в принципе, ни переводчика, ничего не было. Сильно такой коммуникации не было. Построили сейчас новую базу, база просто сумасшедшая. Есть все для тренировочного процесса, для восстановительного, база полностью новая. Так что в таких условиях просто вдвойне приятно работать. Куба большие амбиции, и я очень рад, что я сейчас участвую в этих амбициях и стараюсь достичь этих результатов вместе. Эдуард Соболь, специально для программы «Великий футбол» вот такая история. А возвращаясь к тому, есть ли компенсация, есть ли отступные, в случае, вот, если Соболь заиграет за Брюхе, и Брюхе будет заинтересован выкупить, такая опция есть, и эта опция равна 3 миллионам. Вот, если у парня что-то ислозится, 3 миллиона евро. Ну, понятно, что не Тугриков, 3 миллиона евро. Ну что, у нас вопрос был в начале программы, тема у нас, видите, какая сегодня бельгийская. Чья это футболка? Такая красивая. А? Хатсон Адой. Красивая футболка. И вот эту футболку мы сегодня разыгрываем. Это футболка команды «Гент», как мы знаем, даже с подписью. Да, где мог оказаться как раз Соболь, да? Да. А чья подпись, смотрим. Где, кстати, да, мог оказаться и как раз Эдуард Соболь. Но эту футболку нам подписал Игорь Пластун, который сегодня в том числе отметился голом в чемпионате Бельгии, своим дебютным голом. Вопрос звучал следующим образом. Какие футболисты когда-то вот перешли прямо из Брюхе в чемпионат Украины? Был такой клуб замечательный, назвался «Металлур Донецк». Именно в этот клуб когда-то перешли Братислав Ристич и тогда буквально, ну, звезда Брюхе Андерс Мендоса, если вы такого помните. А правильный ответ нам прислал Евгений Бузыкин. Евгений, мы тебя поздравляем. Эта футболка твоя. А на этом, собственно, все. Мы так засиделись хорошо, что два часа пролетели незаметно. Незаметно с Вячеславом Шевчуком, с Виктором Леоненко и Михаилом Митривели. Спасибо вам огромное, друзья. Я, Александр Денисов, друзья, прощаюсь с вами ровно на одну неделю. Через неделю будем говорить о многом и, конечно же, о главном, о матче «Динамо-Шахтер». Пока.